У вас остался последний шанс, чтобы стать матерью. Есть один храбрец. Чушь собачья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это громкий вопрос! Новогодний! Всем привет, друзья! Это импроком. Это специальный новогодний выпуск шоу «Громкий вопрос». Да, мы специально вызвали Новый год! Во-первых, пацаны, здорово, что мы обманули Сережку, сказав, что надо приходить в карнавальном костюме. Конечно! Это классный разогреть. Я проснулся, что на спинке стула висело. Я тут быстро хлором. А еще парикмахерская, куда ты хочешь? Специализируется на женских прическах. Я бы вообще просил карры. Так, ну что, надо ответить на вопрос, кто у нас будет в гостях. Да нет, сначала нужно просто, ребят, с наступающим вас. С наступающим вас. С наступающим вас. Не говори, ребят. Почему? У нас мистер Вельвет, и это что, на моих 80-х... Подождите, я, во-первых, бархат. А вот это больше на Вельвет похоже. Говори, мужики, мужики, наступающим вас. В таком кардегане. Кардеган. В таком кардегане. В таком кардегане. Кардеган, вперед. Дон кардеган. Ладно, ну и вот это, конечно, кружевная салфетка. Ну вообще. Хорошо. Давай, вообще. Хорошо, я подчеркну. Блин, я был там раньше. Не-э. Да ты сейчас есть. Ну не в новогодний. Ну не в новогодний. Да нет, не чтоб он показывал, а чтоб пока не работает. А, было постелить. У нас почему на телеке нет новогодних проектов? Как это нет? Не знаю. У нас же выходит. Что? Что? Ну я вам потом расскажу. Неплохо бы, если бы мы тоже знали. А? То, что ты там где-то снялся. Пишите в комментариях, что на телеке выходит новогодний. А вы не знаете, до Нового года сколько времени осталось сейчас? До Нового года? Считанные мгновения. Ну не минуты. Нет, но у нас... Нет, ну даже минуты можно с августа посчитать. Да несколько дней. Всего лишь несколько дней. И Новый год уже на носу. Извините, а что это у вас на носу? Масля, не надо говорить. Сопля? Нет? Новый год! Ну так, вокруг... Вы же эти тириллсы не видели? Я видел. Все. Да? Объявляем? Что? Что? Мы объединяем... Но мы же опять зовем наших зрителей, что они в 12 человек сидят. Да нет, конечно нет. По-другому все в этот раз? Да, сегодня будет особенный выпуск громкого вопроса. Потому что мы решили, что Новый год... Девчонки? Это... У нас же те 12 зрителей с наркоманией все. От известности бежит. Они стали звездами и в рехабище. Они пошли за Макарей Калпиевым. Как эти люди, которые в лотерею в Америке выигрывают. И все. Они вода сейчас в Минске водила просто. Я был в громком вопросе. А, да, Актриса тоже спилась. Да, да, да. Все спились. Ну ладно, Актриса видела, она приходила к нам на пилот. Ну пьяная же. Ну да. Да, естественно. Мы решили, что мы решили, ребята, что Новый год это семейный праздник. Мы решили встретить его семьей. Мы решили встретить его семьей, гостей нет. Разъезжаемся. Да, но на самом деле гости есть. И сегодня, ну, гости, ну... Гости, во-первых, это уже спойлер. Во-первых, гости. Да, это уже спойлер. Вот. И я предлагаю... Да все уже видели заставку. Все уже видели Нейл, да? Да. Ну, тогда я предлагаю просто, ну, перейти к первому гостю, а там уже и разберемся. А ты и объяви первого гостя. А объявлять его не сейчас. Да, когда гость придет. Когда гость придет. Когда пройдет. Так запускаем. И будет гость. Запускаем. В эту сторону она идет. Да. И... Друзья, всем приятного просмотра. Это новогодний громкий вопрос. Да вы в разную сторону, я же сейчас спросил. Да почему? Вот так она высокая. А, ну, это все тогда вот так. Да нет, слева направо от себя. Вот так же. А, тогда я в ту сторону. Я могу вот так закустить. Это же... Не-не-не, вот так же. Не, вот так. Барабан только так крутит. Ты более чудесно смотрел. И... И... Здравствуйте, Майя. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, мам. А я Вилли. В феврале не хватает, Майя. А вы не смотрели мультик Пчелка Мая? У нее был друг Вилли. Вилли? Я не смотрел. Ты смотрел мультик? Да. Да? Это мультик моей молодости. Я, да. Что, значит, моей, нашей? Нашей. Да. Спасибо. За компромет. Ну, что, мам, привет. Извините. Давно не виделись. Так это все по-настоящему, как в миниатюрах делаешь. Ну, мам, ну, мам. Вот тут я работаю с этими ребятами. Валенький вопрос. Как все дела? Ты переживаешь? Да нет, не очень. Мне кажется, она вообще не волнуется. А вот ты что-то... А я сейчас переживаю. Нет, давайте мы у нас все спросим. У Антона все хорошо. Ходит по-московски. Да, вот. Все нормально. Как у вас дела? Может быть, бизнес какой-то? Может быть, альбом записали? Да, мы у всех гостей спрашиваем. Нет, вы не... Почему вы не переезжаете в Москву? Из Воронежа? Не хочу. У меня дача хорошая на Воронеже. Мне там хорошо. Не были ни разу. Да, кстати. Я вообще-то был. Был человечек. Я у Антона в гостях не был. А на даче в мае был. Да, вот так вот. Ты слышишь? Ну, мы там вместе были. Они вместе были, если что. А что, мы что-то поговорим в вырезанном? А вы знаете, что у вас сын курит? Нет, ну мы сейчас... Ванючайка. Мы жили-покурили вместе. Мама знает, что я курю. Кури всю пачку. Да, кури прямой. Так, ну сегодня... Да подожди, прекрати вообще. Кому это интересно? А вы смотрите же нашу передачу? Ну, обязательно. Скажи, а это правда, что Антон был когда-то маленький? Да, совсем маленький был. Ну, какой он был? Вот, ну... А, да, он родился в сколько было километров? 58 сантиметров. 58 сантиметров. Да. Как Серега сейчас. Да, ничего себе. Я на турнике висел, чтобы быть 58 сантиметров, а он родился в таких сантиметров. Ну, кстати, обычно же дети рождаются в 50-52. Да. А когда я стал высоким? Ну, получается, сразу. Ну, если дети 50-52, ты 50-52. Нет, в родильном отделении уже не помещался в эту каравану. Да, да, да. Вот так. Ну что, рассказывай. Ну что, рассказывать. Сегодня, ну, мам, ты знаешь все правила. Я знаю, что ты смотришь вообще все выпуски. Вообще всего. Да. И мама все знает про тебя. И даже тот выпуск тоже. Блин. Ну, вы же не тот и тот и тот. Я не знаю, какое на этом. Ну, подождите. А вы другие наши шоу смотрите? Обязательно. Фух, все. Просто есть люди, которые смотрят только громкие вопросы и думают, что я тупой. А я же, ну, в других шоу. В других шоу. В других шоу у тебя просто есть текст. Дима, я тебя знала до. Вот, слава богу. Поэтому я уж точно так и не думаю. Ну вот, соответственно, мама, ты знаешь все правила. Извините, а про меня? Нет, ну, про меня такое. Про тебя, Сережа. Все знают. Ну что, у нас, соответственно, будут вопросы, на которые нам нужно будет все вместе отвечать. Мы вместе одна команда. Мы вместе победим. Или вместе сегодня не может быть поражения. Мы не проиграем. Точно. Нет, но мы все равно баллы собираем. Да, но мы собираем баллы на суперигру. Будет суперигра. Нет, извините, знаю, какая будет суперигра. Я уверен, что мы можем проиграть. А, ну, кстати, мы можем проиграть. Ну да, ну, в общем. Значит, надо выигрывать. Значит, надо выигрывать. Все. Мы отвечаем на вопросы, которые написаны на этих карточках. Будем в наушниках. и вот я зачем-то рассказал правила из-за тебя, из-за тебя. Я знаю, что рассказать, потому что карточки же другие. Никакие там-то легкие, средние, сложные. Они на разной тематике. Здесь вопросы про Новый год. Ёлочка. Здесь вопросы про итоги года, но наши. Не его общемировые. Что связано с нашими всякими шоу, передачами. А там вопросы про нас. Соответственно, там может быть вопрос про Антон. Здесь вопросы про нас. Здесь про этот год, а там вообще все. В общем, мы подозреваем, что раз вы смотрите шоу, вы своего рода наш фанат, поклонник, зритель. Это не состоит труда. Ну да. Наверное. Надо ответить по одному на каждую. Мисло в том, что вам нужно ответить на три вопроса, на каждый из... Не избежать. Ну можно придумать, с какого начать. Типа какой-то полегче размяться. Да, да, да. Соответственно, за каждый правильный ответ мы будем получать минуту, которая пригодится нам в супер игре. Да, и мы будем в наушниках уже договаривать. Ну и мы будем в наушниках, мы не будем слышать друг друга, и нужно будет читать по губам и показывать там все, что ты там... Молодец, Антон. Майя, а что мы еще не сказали? Как мы будем отмечать победу? Вау, ну ты готовилась! Ну молодец! Да, надо придумать какой-то жест или жест и звук, которым мы будем праздновать правильный ответ, потому что мы также пишем на карточках, должно все совпадать. Также загораются зеленые лампы, если мы заработали этот балл. И вот в этот момент... Да. Нужно какой-то сделать... Да. А ты же не рассказал правила про карточки. А какие правила про карточки? Что надо написать, ответ одинаковый. А, ну да, надо написать. Как это надо зрителям же объяснить. Нам нужно будет ответить на вопрос, написав ответ на карточки. Самое важное, чтобы ответы совпадали у всех в пятерых, и, конечно же, чтобы он был правильным. Все. Молодец. Вот теперь... Да, придумать празднование. Придумать, да. Ну что-то я как-то, да... Ну что угодно. Ну подождите, я видел, вы в танцевальном классе репетировали. Не было такого. Не было. А это что-то, Антоха. Это был кто-то другой. Где ты нашел танцевальный класс? У нас же на этаже. Танцевальных классов, куда не пойду. Ну порадуйте нас каким-нибудь жестом. Ну все что угодно. Вообще все что угодно. Как тебе комфортно. Ты можешь там по столу ударить, например. Вот смоделируйте ситуацию. Мы все ответили на вопрос такие, посмотрели, повернули, открыли карточку и... Ура! Ура! Шикарно. Только нужен какой-то жест. Жесть. Ура, ура нам нравится. Да, ура нравится. Но жест любой, мам. Вообще, какой хочешь. Он может быть статичный. Ну, например. Победа! Победа. Или зайчик лучше. Вот так. Да, наоборот. Не так, а вот так. Ну это такое пьесенье, что мы проиграли. Почему? Это же зайчик. Где зайчик? На рога похоже. Я сейчас не зайчик? У тебя вообще... Сейчас ты вообще не зайчик? У тебя даже ушей не видно. Они у тебя растут вот так. Вот так. Вот так уже лучше. Нужно ровнее. Но это больше... Ровнее, ровнее. Ровнее. Вот чуть-чуть. Чуть-чуть. Ровнее. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот так все, иди на утренник. Руки не опускай. Ну давайте зайчик. Вот так алининг. Вот так и иди. Давайте зайчик. Давайте зайчика сделаем. Все, зайчика делаем? Ну, может, вот так. Ура. Ну, зачем зайчик? Все будет делать вот так. Ура. Да? И все зайцы, да? И все зайцы будут. Ну, давай. Тогда нужно порепетировать. Все, готовы? Все. Три, четыре. Ура. Шикарно веселый. Ну что? Ты готова к вам? Да. Вполне. С какого вопроса начнем? Давайте поймем. Как будто про нас. Это про наши всякие передачи. Ну, Новый год давайте начнем с Нового года. Да, начнем с Нового. Вот это все, кто это придумал. Давайте все играть про Новый год. Ну что? К первому вопросу. Поехали. Три, два, один. Удару. А, все, 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 все. Все, 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 все. Давай, давай, давай. Очень долго. Надо читать. Читайте. В каком городе? В каком городе? Вы непростые парнишки. В каком городе? В каком городе? Вы непростые парнишки. Не просили. В каком городе мы не просили? Непростые парнишки. Смешная учительница. Покажи, покажи, я не понимаю. Смешная учительница. В каком городе мы не были? Улан-Удэ. Улан-Удэ. Вот ему, объемой его. В каком городе вы непростые парнишки? Непростые парнишки. В каком городе что? В каком городе мы не просили милостыню? Что делаем? Куда идем? В каком городе мы не просили милостыню? Да, я понял. В каком городе мы не... Вы непростые парнишки. А, непростые парни... Улан-Удэ. Улан Уде! Улан Уде! Улан Уде! Улан Уде! Улан Уде! Улан! Ну конечно, где же еще? Где же еще? Я понял, сначала пишем городе Вы! Побоялся шипеть. Не! В каком городе Вы не! Не! Прядь карточку. Что мы в каком городе не? Не! Были! Мы много где не подсказываем. Мы много где не были. Не подсказываем у тебя. Ты главное на мой вопрос не ответь. Ты только последний. А ты помнишь в концерт закричали? Ага. Вот это надо написать. Майя, ну давайте с вами поговорим. Давайте. Вы вот как добрались? Хорошо. А вы на чем ехали? На поезде. На поезде. Это вот ваш знаменитый ночной поезд? Нет. Нет. Дневно есть поездок? Да. Ты все написал уже? Все. Вот тебе и смолток. Ну я не уверен, не уверен. Так, ну что, я слышал вопрос, мам, в каком городе мы не просили милостыню? Да, да, да. Подачки. Да, да, подачки. Я вот это слышал. Мне и Париж казалось просто, а потом Вы не простые парнишки. Да. В каком городе вы не простые парнишки? Ну я не знаю, это возможно в кавычках, но прочитать. Учительница смешная была. Учительница. А, ну то есть Вы знаете. В 23-м году появилось тревел-шоу, что делаем, куда идем. В каком городе импровизаторы знали, что они не простые парнишки. Ну это вот учительница смешная такая была. А вы знаете какой город с этим? Ну я потом подумал, Улан-Удэ стала тебе говорить, но боялся шибиться. Я помню, что это что-то такое. Мы были в юрте, и она такая... Да, она прикольная учительница очень была, да. Судя по всему, Дима тоже знал. А что случилось, Дим? Меняются программы, меняются гости. Программы становятся новогодними. Приходит моя мама, разные гости, не меняется одно. Я может просто другую историю... Но фундамент у передачи должен быть в каком городе? Может я считаю, что мы не простые мальчишки, мы узнали в Уфе. А, но он угадал букву. Ну я угадал первую букву, а дальше-то я вопрос не знал. Ну да. Я знал в каком городе. Это было на последнюю секунду. Уфа, 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 уфа. Кстати, «Уфа», с новым годом ближе. Новым годом, уже раньше. Новый год Пришел в Улан Удэ. Мы хотим поздравить всех. У них на несколько дней раньше, потому что вы настолько думаете, что разница во времени. А вдруг с наступающим? Что мы написали? 2026-й. Да. У вас же уже там. Да вот я Улан Удэ написал. Улан Удэ. Ты даже нарисовал Улан Удэ. Ты не нарисовал дефис, и вдруг мы засомневались в последней букве, да? Да. Почему? Я уже написал. Я уверенно написал. Не в принципе. У тебя и остальные буквы не совпали. Ну, отклеивай, мам. Ну, приятно получилось. Улан Удэ. Улан Удэ. Что в конце? Э все-таки. Э все-таки. Все. Убираем карточки. Да. Вот, мам, видишь, все очень просто. Разнялись. Что бы мы ни делали, все равно пост пишет неправильно. Всегда. Что бы мы ни делали. Но слишком поздно вы поняли. Надо было слишком поздно. Более уверенно кричать Улан Удэ. Но ты очень правильно сделала, что ты взяла инициативу в свои руки, и несмотря на то, что мы договорились сыграть по Новый год, ты взяла красный. Мы сыграем. Вот на то он и красный. На то он и красный. Майя, ну еще смотрите, чем эта игра отличается от вашего семейного общения. Здесь, кроме Антона, есть еще люди. Да, я поняла. Которые могут вам быть более полезны, чем вот это «покушал и шапку надевал». Ну да, потому что я услышал только про… В каком городе? Спросили милости. В каком городе? В каком городе? Ты же понял. Ну, в каком городе я понял. Все, понял, да, поворачивайся к нам. В каком городе мы… Че-то, че-то. Че-то, че-то. Да, я решил объяснить то, что я понял. А что, в Уфе мы были простые парнишки? Не, ну узнали там. Не, ну такая учительница была. Только Владу Дэй прикольная. То, что там до тебя дошло в Уфе. Я в Уфе понял, Даш, ты. Что было в Уфе? Вы когда улетели на вертолете, я думаю, блин, я ж не простой парнишек. Я вас на вертолете отправил. Я как будто бы что-то достиг. Да, да, да. Так, ну что мы теперь-то про Новый год берем или про нас? Да, берем, да. Или про Новый год договоримся. В обратную сторону. В обратную сторону. Не важно. Ну что, ко второму вопросу. Возьми. Три, два, один. Про Новый год. Запишите. Запишите. Буквами. Буквами. Звук колокольчика. Звук колокольчика. Зинь. Да. Динь-динь. Да. Динь-динь или дзинь-дзинь. Звон. Динь-динь-динь. Динь-динь. Два раза. Два раза Два раза Все, да? Раз, два Два раза Четыре буквы Динь Динь Два раза Динь Все, да, да Пиши За это можно и полторы минуты дать Подождите, у меня не получился колокольчик Сереж, нарисуй, будь другом Я рисую Да все, уже говорите Вопрос все поняли Вопрос очевиден Запишите буквами звук колокольчика Звук колокольчика Мы договорились Женя Гольц, Гольц Мы решили написать Динь Динь Все решили написать Динь Динь Кроме Димы Да серьезно Да вы в натуре Что? Я тебе сказал два раза Динь Динь А вдоль по дороге троечка мчится Динь 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 Колокольчик звенит Этот звук Ты шесть раз написал Много мне Га Время Три раза Да зачем После издеваешься Ну в лунном сиянии Снег серебрится Вдоль по дороге Трое Ну подожди Звук колокольчика Вообще Динь Он такой Динь А сколько раз Он же и цинь Кулин-кулин Ну мы же договорились Я тебе два раза Зачем показал Я голос сорвал Я кстати не понял Что ты показал Звук колокольчика какой От одного звука Динь А сколько раз ты написал Не важно Ты мог хоть десять раз написать И это же сейчас он не с вами разговаривает Да А с мандочками накаливает А почему два раза Что за динь 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 Подождите В задании не написано Напишите Одинаковое количество Как звучит колокольчик Ну что смотрим Ну слушай Динь Динь Смотрим и узнаем Ответу Правильно Или нет Динь Давайте посмотрим Как лампы относятся к мае Зинь Дилинь Дилинь Трынь И так далее Дилинь Дилинь Ну пацаны Ну мы могли Это возможно и за вас Я возможно правильно написал Что Что Ну как Ну я же тебе показал Два Я не понял Что ты мне показываешь Я тебе два Показываю Зеленые Зеленые Ну подождите Что это такое было Ну потому что Зеленые 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 Дилинь Дилинь Трынь И прочее Мы же должны были одинаковые Написали Динь Все Ну вообще Имейте ввиду Динь 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 Колокольчик Динь Нет это два раза Это если бы про песню было А так просто звук Да Ну ладно Этот звук Этот звук А ты вообще Почему такую музыку слушаешь? Ну я по романцам двигаюсь Фух Я на рейве романцовском был недавно Правильный ответ А это значит Мы можем отпраздновать Раз Четыре Стоп Стоп Уральчик Зайчик Раз Два Три Ура Есть Вот и настроение новогоднее Ну конечно Вот и взяли Так Мам Ну что Третий вопрос Остался Очередно Какой И по домам Как настроение Здорово Новогоднее? Да На поезд успеваете? Или вы погостите чуть-чуть? Конечно Все Здорово На ВДНХ сходите Насчет позова Как не поменялось мнение Все Все нормально Все нормально Ты на грани была Вы знаете На даче Горючую проволоку Понимаете Что вы заняли С удовольствием Его там увидели Это единственное Как его можно применить Я же веселый Пропустил приглашение На дачу Всех нас познали? Да, всех приглашаю У меня правильная дача У меня сплошные газоны И елки Ничего копать не надо Ничего Абсолютно Ничего не надо копать Утром Какая-то ягода Какая-то растет А есть Облепиха Облепиха Которая сходить Хочу ходить С газонокосилкой Куда Ближайшим летом Я вас жду Как с сумкой Вот так ты не будешь ходить Блин, Антон Мы едем на дачу Все Ты тоже ешь А сейчас же нельзя Траву косить Сейчас зима Летом Это же мы с летом Смотрим уже можно Не сказали когда Нам сказали Можно зимой Там можно шашлыки жарить Пожалуйста Но мы, честно говоря Мы выпиваем Что вы Я не знала Какой ужас Что просто С сюрпризом Какой кошмар Я не выпиваю Сюрприз Рассказывай Что мы делали Когда мы были на даче Просто чтобы сюрпризом Не было Мне потом соседи Все рассказали Не переживайте Они же с видеокамер Сережа будет ходить С газонокосилкой Трезвый По снегу А что соседи Рассказали Как вы были на даче А что мы там делали Ну я тебе потом расскажу Нет, давайте сейчас Пожалуйста Давайте так Про одного знака Да Вы очень громко кричали Да А что кричали Какое слово кричали Жгли костры до небес А были мужские крички Или женские Жгли костры до небес Это мы с Макаром Жарили креветки Вы что Язычники Почему Вы их жарили Или в жертву приносили Ну он вначале Может слишком разгорелся Я откуда знаю Костры до небес Мы жгли Это очень маленькие соседи Это преувеличение Конечно Это всегда люди преувеличивают Костры до небес Еще Макаров Вспомни как он выглядит Ну да Там был мужчина до небес Он жег костер до небес Нет Соседи же Все грядки повытоптали Один раз Наступил Нет Там снежный человек Жег костер до небес С голым торсом Стоял весь волосатый Вон он по телеку Но я если честно Даже этого не помню Ну конечно Потому что мы выпивали Да я поняла Нет это неправда Мам Нет Мы там ну выпивали так Чисто Чисто ну да Вот и все Громко комментировали Процесс Мам Ну как мы громко комментировали Это было давно Я уже не обижаюсь Это было очень давно А ты тогда обижалась? Конечно Серьезно? Ну соседи прикинь предъявляют Как обидно Пришли же соседи А они правда пришли Кто-то у вас тут был Так громко Жопкостер Давайте все хорошо Громко жили костры А у соседей есть телевизор? Так мы же тогда неизвестные Вот А мы сейчас приедем Придем к ним четвером И скажем Че вы тут Майи предъявляете? А они такие Вау Вау Че Вау Приезжайте Приезжайте Ты думаешь Такие соседи Вау Вау Хоть бы им было 15 И конец Пришли эти С самомнением До небеса И опять сожгли И громко комментировали Ох Как горит Как вообще Мы могли громко Комментировать Жжение костров Я так понимаю Матом Поехали Ну К третьему вопросу Поехали Три Два Один Просто прочитай Давай Что 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 За столом За столом За столом Не предлагать Не предлагать Ипполиту 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 Да И Арсению И Арсению Еще раз А мне Заливную рыбу 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 Заливную рыбу Да Заливная рыба А прочитайте Прочитайте Заливная Что За столом Не предлагать Мне Да Ипполиту Ипполиту И тебе Рыбу Рыбу Ипполиту Заливная рыба Заливная рыба Заливная рыба Да Заливная рыба Заливная рыба Рыба Да Заливная рыба Дима Рыба заливная. Про рыбу я... Блюдо. Рыба заливная. Мы ее залив... Ты не понимаешь, что это такое? Рыба! Открываешь, вода потекла. Смотри на меня. Еда, еда. Рыба заливная. Ну я вот это вообще не понимаю, что вы делаете. Все, тихо, тишина. Он сделает, я знаю. Ну это вообще я в шоке. Пост, ну как же так. Это не близко вообще. Просто гладили рыбу. Подумай, мы тебе все показали. Что еще мы показывали? Вот это я вообще не понял. Пост, никогда не гладь мои вещи. Слушай, ну а есть у вас что-то погладить? О, смотрите, бабулька идет. Она гладит что-то. Это без шансов. Да как без шансов-то? Ты даже не подумал. Подумал. Да он, когда он думает, он вот так сидел. Я говорю, посмотри сюда. Я не понимаю, но я говорю рыб. Нет, я смотрел на тебя. Нет, ты начинал вот так вот. Вы, во-первых, рыбу начали показывать уже в самом конце. Вы что-то говорили-гарили, а потом Сережа начал рыбу показывать. Ну дай мы покажем тебе оба слова. Там два слова. Ты одно написал. Подожди, ладно. А если ты писал рыбу, а вот это что? Напишу погладить. Ну честно говоря, я на этом основывался. Глаженная рыба. Да. Кстати, я понял, какая. Что за столом лучше не предлагать? И Политу, и Арсения. Я поняла, что, наверное, заливную рыбу. А вот ты что показывал? Заливал. Рыбу. Нет, ты же гладил. А я видел? Тоже гладил. А вот это. Это тоже гладил. Ты как будто в магазине бухаешь и пробиваешь на кассе. Смотри, смотри. Сложные конструкции. Новогоднюю пятерочку мне показал. А потом вот так пробиваю, да? И пробил. Нет, ну я даже близко. К заливной рыбе, честно. И что не предлагаете Политу и Арсению? Глаженую рыбу. Какую? Глаженую рыбу. Камбалу. А-а-а, вот как. Я подумал, там в кавычках написано. Ну типа, что про Арсения, он не любит рыбу. Типа, и там глаженная рыба. Ну. Что это за вопрос вообще? Глаженная рыба. Я думал, я... А вдруг это правильный ответ. Я мог прослушать, да, что Арсений конкретную рыбу не любит. Вообще да. Камбалу. Мы же ни разу не ели при нем камбалу. Конечно. Аж же конкретно камбалу ненавидел. Ну она правда странная. Нет, тогда мы все ошиблись. Если и Арсению, и Ипполиту, то просто рыбу. Почему? Ну потому что Ипполиту нельзя предлагать заливную рыбу. А Арсению просто рыбу. Ну тоже заливную. Ну не принципиально, мне кажется. Ну рыба, рыба-то. А ты и заливную рыбу не любишь? Я написал заливная рыба. Ну да. Ну мы заливная рыба. Мы же договариваемся. Смотри, мы же команда. Да. Видишь, мы все гладили. Заливная рыба, а кто-то пишет камбалу. Не может человек... У нее не может быть камбалофобии. Понимаешь? Он не может только камбалу. Ну а вдруг, он боится плоских рыб. Может быть. Скаты тоже. Я до сих пор не понимаю, почему... Мне больше нравятся фигуристые рыбы. Почему мы все верим в историю, что ему не нравится рыба? Он ее при нас ел кучу раз. Это да. Но есть же такое. Какой наспорт? Это мем. Мем? Пожалуйста. Понял. Так мы смотрим. Это мем. Ты нас, молодежь, послушай. Это мем. Мем. А все не любят рыбу. Так, заливную рыбу. Заливную рыбу. И все написали правильно. Даже близко не было. Даже близко не было. Ну хотя бы и Полита бы показал. Ну хотя бы. Ну и Полита где-нибудь. Я надеюсь, ты когда за рулем едешь, ты хотя бы в одну точку смотришь. Прямо. А не вот так вот. Ну ни разу прямо не посмотрел на дорогу. Кстати, за рулем надо смотреть. И по сторонам тоже. Ты как ездишь? И по сторонам тоже. А не только по сторонам. А вот смотрите, ребята. Мы, оказывается, можем не брониться. Потому что уже три вопроса. Да. И в двух позах накосячил. А мы держимся. Так, а я вам скажу, потому что единственный сдерживающий фактор, единственного матершинника сейчас как раз за столом. Да. А мы вроде особо-то и не грешили. Но еще одна камбала и ему пиздающая. Да я же стараюсь. Ну, вы правда. Ну, ладно. В первом вопросе, ну, действительно, я не успел понять. Но тут я говорю, ну, я, ну, вот это. Не успел. А во втором ты успел? Успел, да. Во втором я перевыполнил. Во втором я перевыполнил. Давай в четвертом тоже перевыполним. Будем у четвертых. Так, ну, три вопроса пройдено. Одна минута заработана. Это хороший результат. Тем более я считаю, что вот так вот три минуты заработано. Вот без него. Если вот так закрыть, три минуты было заработано. Блин, а у нас же суперигра сегодня сложная. Сложная. Будет очень сложная программа. Но мы же еще будем играть. Конечно, мы еще будем играть. Нам на эту суперигру минут сорок. Меня возьмете, когда еще будете играть? А? Меня возьмете, когда еще будете играть? Пока я не знаю. Пока вопрос. Ну что, три вопроса пройдено. Пройдено. А с каждым нашим сегодняшним гостем мы будем играть именно по три вопроса. Поэтому все. Майя. Во-первых, история нашего знакомства началась с того, что вы подошли ко мне и говорите, я Майя. А я думаю, а как же я так вас буду называть? Я же еще маленький. И подумал, вот я и повзрослел. Мне мама друга говорит, я Майя. Мы уже сегодня не раз вспоминали вашу дачу. Мы знаем, как вы ее любите. А ты опять перескочил? Не перескочил. Чуть-чуть перескочил. Для наших зрителей. Мы каждый раз, когда к нам приходит гость, дарим ему подарок. Не приз. Вообще не важно, как он справился. Ну, вы не очень хорошо справились. Смотри, вот он. Камбала. Но мы в любом случае дарим подарок. Тем более Новый год. У тебя, правда, глаза сюда полезли. И, конечно... Посмотри на меня. А где пост? И, конечно же, мы спросили у ваших близких, что вы любите. Там у них сыновей, соседей. Да мы и сами, честно говоря. Ну, я точно знал, потому что я там бывал. Я знаю, как вы любите свою дачу. Вы нас уже туда позвали. Мы уже туда едем. Прекрасно. И вы спросите, а что же мы там будем делать, кроме костров до небес и алкоголизма? Мы решили, что на вашей даче должно быть местечко, где можно очень хорошо отдохнуть. Ну, вам прежде всего. Но если мы приедем, если нам разрешите, мы тоже отдохнем. Это будет ваше место силы. Дело в том, есть маленький нюанс. Маленький нюанс. Дача большая и подарок большой. До небес. До небес. Да. И дача в Воронеже. А мы здесь. Мы решили вам, ну, показать, как бы, пробник этого подарка. Но мы... Но мы уже скинули. Слово, пацанам. Мы уже скинули. Что подарок будет. Верю. Да. Но пока это фотография. Итак, мы от всей нашей дружной компании дарим вам садовые качели. Прекрасно. Прекрасно. Но мы... Спасибо. Спасибо. Но мы, правда, их доставим. Они огромные. Их даже собрать здесь не получится. Их соберут. Приедем. Проверим. Посадим Сережу. Если они выдержат... Да. Это будет повод приехать. Сами скажете, когда нужно привезти, тогда и привезти. Да. Договорились. А мы обращаемся к нашим подписчикам и телезрителям, и интернет-зрителям. Если у кого-то есть возможность доставить эти качели, грузовая машина, дайте нам знать и доставить. Вот так. Ну, на это мы не скидывали. Все сразу перекладывали. Если кто-то рукодельный, не умеет делать качели... Если у кого-то есть... Какая там красная краска? У кого-то ключ на 10, чтобы собрать это все. Пожалуйста. Нет, честно, качели хорошие, потому что мы с Антоном посовещались. Антон дешевые вещи не знает, где покупать. Да, поэтому мы ему подсказали. Петя, качели в сумме продаются на третьем этаже. Мам, вот и все. Все. Ты переживала, и все. Все получилось. Вам спасибо. С наступающим новым годом. Спасибо. С наступающим. Моя сестра Галя. Привет. Привет, Галя. Сереж. Галя приехала. Галя приехала. Моя Галя приехала. Какая у тебя красивая сестра. А ты в кого? Я же говорю, я специально сказал двоюродную. А, двоюродную. Нет, ты тоже красивый. Да. Как дела? Хорошо. Спасибо. Нервничаешь, да? Очень. Ты приехал в Санкт-Петербург, да? Да. Специально на эту игру. Расслабь ее, пожалуйста. Да. Что думаешь, Сереге сколько еще осталось жить? Просто Галя врач. И она недавно взяла чекап организма этого мужчины. Ну, кстати, да. Какие там результаты? Я говорю, что в теле этого юноша живет 84 лет человек. Я могу раскрыть тайну, потому что я врач, но у меня уже ни лицензии, ни сертификата. Ты ему сказала не пить газировку. Да. А этот? Подлец. Энергетики нельзя. Он их пьет и пьет. Он постоянно. Мы запрещаем. Он их пьет и пьет. Он их пьет и пьет. И говорит, мне нельзя и пьет. Мы как друзья не должны были этого говорить, но мы как друзья должны были это сказать. Да вы что такие стукачи? Почему? Тукачи? Я не знаю. На этого настучали, на меня настучали. Сейчас, подождите. Расскажи, ты же собираешься открывать клинику в Санкт-Петербурге. Галь, давай. Расскажи мне, я как житель Санкт-Петербурга, куда мне идти лечиться? Не, ну не совсем в Санкт-Петербурге, в Сестрорецке, курортном районе. А, далеко в Санкт-Петербург, нормально, что-то там доедет. Туда, кстати, ходит трамвай. Если ему сделаешь скидку, он доедет куда угодно. Да, да, да. Несмотря под сторонам. Да. Он и в Новосибирск доедет, если подешевле. А как называется? Сестрия. Сестрия. Братья и сестрия. Там река, сестра протекает, да? И она моя сестра. Ой, я перепутываю. Не Сестрорец. В Стрельну ходит трамвай, в Сестрорец нет, тяжело добираться. А там, ну, прям большая клиника. Многопрофильная. Небольшая. Что по банкам? Я готов вариться, если что. В смысле? Сколько стоит? Мне бизнес нужен. Вариться? Вариться хочешь? Вариться. Да, поговорите. Кстати, вот ты отказался? Ты на любое говно всю жизнь заглашался? Ты корпорацию шалости зачем-то открыл? А когда сестра предложила тебе классную идею... Да послушай, я объясню. Любой бизнес, в который я ввариваюсь, как ты говоришь, идет ко дну. Я из-за того, что люблю сестру, отказался. Ты думаешь, что с биткоином? Он же вопрос. Как только я купил биткоин, сразу он упал вниз. Ну подождите, про клинику понятно. Ты нам про Сережу расскажи. А что просижу? Ну вот, он меняется вообще со временем? Вот он как? Такой родился с бородой, скажи. Вы в детстве много времени проводили вместе? Ты вообще знаешь? Галь, ты вообще его сестра? Не, подожди, а вот этот кастинг на сестер Матвеенко. Огромный клокат в коридоре. Прекрати приводить разных женщин. Ну как? Это же сестра. Не, ну правда, у вас есть какие-то воспоминания совместные? Ну, молодежные какие-нибудь, когда он писал свои штаны. Мы рано, да, разъехались? Я в 15 лет уже в Санкт-Петербург уехала. Да, мы раньше жили вместе. Так, конечно, они же из Ланнистера. Так, подожди, ты уехала в Санкт-Петербург откуда? Из Армавира. А, он остался. А я в Санкт-Петербург позже из Новокубанска. А ты уехала, а ему сколько было? Он маленький еще был? Он три года младше, да? У меня. Он еще и младше тебя. Да, младше тебя. Тебе 23? Да. Да блин, я еще учился, когда ты уехала, правильно же? Ну, если ей было 15, ты, по идее, должен был еще учиться. Ты же доучился вообще? Или она уехала, и ты такой, а, портфель закинул, нафиг матешу. Закончили. Так, и вот эти вот, 15 лет, 13, что там, он еще хорошо учился в школе? Он откуда знает. Подожди, подожди. Ну, слухи же ходили. Он танцевал хорошо. Танцевал? Танцевал хорошо. Ну, зачем? Летно. Расскажи. Ну, зачем? Газа, скажи, ты получил. Что он танцевал? Он на соревнованиях. На соревнованиях? Да. А ты же говорила, как он танцевал? Вообще, ну, про больные танцы мы слышали, да. И что, норм? Вообще. Прям попкой-то пертел, да? У него вот эти штаны были, да? Ага, он еще не будет застилен. Как и сейчас. Только сейчас уже так, кстати, да. Костюмы похожи чуть-чуть. Тут обязательно были рюшечки. Ну, а теперь вопрос от всех наших подписчиков. А партнерша-то у него была? Да. Да? Настя, да? Она сейчас в Германии живет. Давайте привет передаем. Настя? Настя из Германии. Да, Настя, привет. Я не знаю, как у Насти сейчас фамилия. Она же замужем, наверняка, с детьми. А была как? Притыкина. Даст Притыкина. Там же так, когда переезжаешь. Да, замуж выходишь, просто даст добавляешь себе. Даст Притыкина. Притыкин. 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 И принесите историю про этого юночку. А подожди. Мы не предупреждали. Мы про тебя ничего не узнали. А как я матом на костер орал. Да. Ну, это вообще от соседей надо было узнавать. Это соседи рассказали, потому что я вспомнил, что мы были на даче. Ну, к сожалению... Узнаете за кадром все истории про меня. Не знаю там. Она же у меня сестра. Да, еще врачебная тайна. Ладно, а вот когда он прошел чекап. Ну, там, понятно, газировку нельзя. А что там с мужской силой? Все в порядке? Более чем. Более чем? Да зачем ты об этом говоришь? Ну, это же... Галя, врачебная тайна. Они у него кровь берут, а у него это палатка. Сереж, мы все... Это была дурацкая идея. Мы уже не подростки, мы это можем обсуждать. Сереж, если друг... Вот смотри, ты же, ну, любишь одиночество. Ну, ты всегда говоришь, что я там не хочу, вот чтобы там... Что? Чтобы у тебя была жена, дети. Вот когда тебе станет плохо, только мы будем рядом. Мы должны знать твою... Нет, вы будете рядом со своими женой и детьми. Ну, или с тобой. Мы должны знать твой анамнез. Ну, типа, что делать-то? Это ты от газировки и... Мы на бирке-то что напишем? Или от отсутствия мужской силы. А к кому ты пойдешь за помощью? Галь, пожалуйста, пришли нам его в медсакт. Ну, вот чисто вот по той этой специализации. Ну, тогда мы рассказываем правила. Да. Здесь правила схожие, точнее, ровно такие же. Три вопроса. Обязательно нужно ответить на вопросы из каждой из категорий. А что за категория? Категория Новый год. Все, что связано с Новым годом, так или иначе. Категория Итоги года. Но это Итоги года, которые подводим вот мы вчетвером. Да, где ты точно будешь плавать. Поэтому сразу... Его, да, можно... Читай вслух вопрос. Да, но ты не переживай. За столом кто-то точно знает ответ. Если никто из нас не знает ответ, то вообще... Кто Сережа знает. Кто Сережа знает. И вот эти вопросы связаны, ну, собственно, с нами непосредственно. Там может быть кто по знаку Зодиака, Марсилия, например. Вопрос такой. Рыба. Камп. И когда мы все правильно обжитим, захочется как-то сказать, ура, здорово, классно. Надо придумать какой-то жест, который тебе характерен или... Я думала, ты придумаешь. Может быть, какой-то семейный у вас есть. Да, у нас есть семейный жест. Сейчас Галя покажет. Вот это мужская сизу, ты повернись. Нет, вот этот, когда все уезжают из Армавиль. Семейный жест. Они его придумали сразу после семейного герба. Давайте не подсказывать. Пусть это будет что-то уникальное. Да, да, вот так получилось. Как королева. Получилось свалить. Нет, давайте так, как Новый год. Новый год. Здравый человек. Вы абсолютно не похожи. Давайте шарики-шарики, волшебные фонарики. Да, да. Очень сильно хорошо. Отлично. Шарики-шарики. Что делаем? Волшебные фонарики. Шарики-шарики просто говорим, а волшебные фонарики крутим. Или как? Или шарики-шарики, волшебные фонарики. Да. Шарики-шарики-шарики. Артем, мы ничего не делаем? Слюну не пускаем? Нет, 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 нет. Кстати, то что-то медицинское такое. Да, да, да. Ну что? Когда урологу. Как раз покажи звуками, что надо делать. Что это такое? Не волнуйтесь, шарики-шарики, волшебные фонарики. Нет, ну шарики-шарики мы просто говорим. Шарики-шарики, волшебные фонарики. Волшебные фонарики. Нет, это так вот так. Все, вот как показало. Шарики-шарики. Шарики-шарики, волшебные фонарики. Ну давайте сразу так, извините. Что? Ну что? Это не ты придумал. Ладно. Все, поехали. Три, четыре. Что делаешь? Шарики-шарики, волшебные фонарики. Только хором надо. Это невозможно говорить. Ну что? Надо пробовать, давай. Это же ты придумал. Да нет, это она придумала. Но если честно, я видел в танцевальном зале, она репетировала, ей еще Майя говорит, попробуйте вот так. Ну что, пробуем еще раз? Да, все, да. Шарики, шарики, волшебные фонарики. К первому или четвертому вопросу. Поехали. Три, два, один. Итоги года. В 2023 году был поставлен рекорд по количеству правильных ответов шоу «Громких вопросов». В каком году был поставлен рекорд по количеству правильных ответов? В каком году? В 2023 году был поставлен рекорд по количеству правильных ответов шоу «Громкий вопрос». Кто был гостем выпуска? Кто был гостем выпуска тогда? Кто был гостем? Егор Крит. Кто прикольный? Егор Крит. Гость. Егор Крит. Егор Крит. Егор Крит. Певец. Егор Крит. Егор Крит. Егор Крит. Певец. Егор Крит. Имя. Егор Крит. Имя. Егор Крит. Егор Крит. Егор Крит. Егор Крит! Егор Крит! Егор Крит! Ротти Бальбоа! Крит! Егор Крит! Кого ты побил? Ты что, дурак? Куда ты повел? Куда я полез вообще? Ой-ёй-ёй-ёй-ёшечки-ёй-ёй! Кого ты побил? Два слога ты мне показал. А ты поняла, да, что писать? По-моему, нет. По-моему, не поняла. Я вот сейчас услышал её вопрос, и, по-моему, она не поняла. Тихо, 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 тихо! Ну ты два слога показал. Кия! Ну ты прям вот так показал, сейчас! Ну это... Это два слога. Ты прям показал вот так. или это два слова тогда я вообще не понимаю какой-то певец рэпер а потом ты кого-то бил кого да 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 все хиты вспомнил какая первая буква 2 слога он напишет его не два слога я знаю только одного певца но его не было у нас напишет ничего не говорю два слога вы говорите кого кто вы говорите он всегда вредит он ничего не говорит ты еще засомневайся я тебе объяснил идеально ты мне просто сказали дима дима а что писать кто был но ты же догадался да ну как ты не догадался ты просто певцов перечислил потому что я два слога знаю только одного певца который смог вспомнить но его не было у нас гостем ставь вот давай так я тебе вот говорю без наушников так что ты понял что это рэпер нет сначала я понял что это гость гость певец певец потом ты сказал рэпер вот так сказал так это я решил что ты это ну ты же еще губами что-то делал два слога что-то типа и как зацепился именно за слога а потом ты сказал рэпер так не гости мне все поломалось а после этого я тебе что показал ты начал драться и на себя показывает. Я тебе показывал вот так, потом показал я, а потом показал тут, да. Он Сильвестер Сталлоне. Я Сильвестер Сталлоне. А с хера ты Сильвестер Сталлоне, блядь? У него челюсть ненемевшая наполовину. Да, вот он я. Но я вот на этом вообще не понял. Ты вот так подрался, показал на себя. А против Сильвестера Сталлоне дерется кто? Аполло Крит. А в гостях кто был? Аполло. Джонни. Какой Джонни? Ты же говоришь, что ты понял, что это гость? Да, и поэтому у меня не сходилось. Я из двух слогов только Джонни понял. А потом думаю, а Джонни-то у нас не было. Думаю, Тони. Ты же на себя показывал Тони. Я всех нахер боксеров перечислил. Майк Тайсон никак не привязал к гостю. Эльмандер Холифилд. Ленокс Льюис у меня. Да там все были. Май Уэзер. Я думаю, как? Причем тут ты, типа? Ну я думаю, он, наверное, какого-то боксера взял, с собой соединил. Е-гор. Тоже два слога. Что надо было написать? Е-гор? Ну ты же написал Джонни. Ты же написал Джонни? Какой был вопрос? Да, вопрос сложный. Я не сразу понял. Да. Долгий вопрос. В 2023 году был поставлен рекорд по количеству правильных ответов шоу «Громкий вопрос». Кто был гостем этого выпуска? Я не понял, если честно, ни слова. Пока вы мне не сказали, Егор Крид. Да, Егор Крид. Похож. Да, очень похож, кстати. Я тоже удивился, что похож. Ну что ж, давайте посмотрим. Я не знаю, можно ли это говорить, но импровизация выходит на СТС. Похож. Да, смотрим ответ, конечно. Егор, привет. Джонни. Ну хотя бы волосы показал бы. Какие волосы? Ну длинными волосами. Егор Крид. Егор Крид. Егор Крид. Что мы знаем. Да. А то, что ты Сталлоне, который дерется с Аполло Кридом. Это очень характерно. А ты тоже Сталлоне показал. Ты хоть вот так показал. Я сказал. Когда ты говоришь «показал», я стал Сталлоне. А я сейчас кого показываю? Сталлоне. Чак Норрис. А, да. Когда ты говоришь «показал», ты всегда опускаешь то, что я тебе говорю. Ну нет. Ну ты же можешь это совмещать. Ну что, нет. Я бы сказал. Рокки Бальбоа. И против кого? Рокки Бальбоа. Ты тоже, ты Егор Крид, не можешь объяснить, а? Рокки Бальбоа ты можешь, да? Ну как Крид объяснить? Вот как объяснить Крид? Через остров? Через невесту. Ну, через остров? Я не знаю. Зачем ты это не коп? Ну, через певца. Ну, я ему все показал. Певец, рэпер. В шапочке. У тебя в шапочке. Куда я полез? Смотри на него. Один раз просто посмотрю. Один раз посмотрю. Нам нужна одна минута. Не, ну если бы не два слога, я... А ты тоже думай, ну вспоминал бы. Джонни же не был у нас. Гарри, какой диагноз мы поставим? Какие из двух слогов вспоминал? Кроме умственной отсталости, да. Я такая же. Такая же? Да нет. Подожди, ты не такая же. Ты Егор Крид писала. Нет, я просто помню. Я передачу какую-то смотрела. С Егором Кридом? Нет. И что там? После этой передачи у вас усложнились правила. О-о-о. Поэтому я помню. Ну что ж, мы продолжаем. Мы набрали четвертый балл. Все же не идет. Четвертый балл у человека не идет. Гости меняются, но оно остается неизменным. А давайте все плохое оставим в уходящем. Ну что, значит мы переходим к вопросу номер два для Галика. Вопросы номер пять для нас. Три, два, один. Что делает Дед Мороз на окнах и Сережа в громком вопросе? А, рисует. Рисует. Нарисует? Рисует. Да. Что делает Дед Мороз? Что делал Дед Мороз? Дед Мороз и Сережа. И Сережа в громком вопросе. Рисует. Рисует. Дед Мороз и Сережа в громком вопросе. Все, нарисуйте Деда Мороза. Дед Мороз, нарисуйте. Рисует. Надо нарисовать Деда Мороза. Что делает Дед Мороз? Нарисовать Деда Мороза. И Сережа в громком вопросе. Какой вопрос? Просто нарисуйте Деда Мороза. Рисует, рисует. Ответ. Деда Мороза. Сережу. Какой ответ? Просто Деда Мороза. Просто рисует. Что написать? Деда Мороза. Просто нарисовать. Рисует. Рисуем. Нарисовать что? Деда Мороза. Деда Мороза. Блин. Ну ладно. Отвратительно это все, конечно, Сереж. Прошу прощения, это же вопрос какой был? Ну, с мастерской рубрики. Сейчас, подожди, подожди. Про нас. Ужас. Это был вопрос про нас. Насколько я понял? Шаст, ты готов? Угу. Сейчас. Насколько я понял? Секунду. Если я правильно понял, то есть в чем связь с Сережей? Сделайте то же самое, что делает обычно Сережа на ответах. Он же рисует. Не, ну я так понимаю, что вопросом сложнее как-то звучит. Читать? Давай. Да. Что делает Дед Мороз на окнах и Сережа в громком вопросе? Рисует. А, вон что. Что? А ты что написала? Рисует. Попокажи. Очень хорошо. Что? Так что говорите? Что? Вот сейчас я виноват. Нет. Я сделал ровно то, что Арс просил. Я сделал ровно то, что Арс мне сказал. Не переживай! Он мне сказал. Я просто проверил коммуникацию, есть ли она. И что вот ты сделал? Я хочу, чтобы психологи разобрали. Нет. Что нужно было сделать? Нарисовите Деда Мороза. Это Дед Мороз? Это, знаешь, это Пакман. И там вот такая херня убегала, за ним гонялась. Ну а мешок с подарками. Нет, там же не было типа красивого. У меня то, я не умею рисовать. Нет, это вообще что-то из Тима Бёртона. Да, 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 да. Что-то такое. Вот если вот так взять, смотри. Вспомнил? Вот эту херату, которая убегала от Пакмана. Да, да, да. Ты что сделал? Нарисовал Деда Мороза. Тебя потрясаю? Да, надо пошли. Что зашли? Деда Мороз. Я решил, чтобы вы не докопались подписать. Почему это одна башка, во-первых? Что с бородой? А он вот так запомнил. Он в комнату заглядывал. Но я не умею рисовать. А ты что нарисовал? Схематично. Я вообще выполнял немножко другое задание. Задание нарисуй Деда Мороза Серёжу. А, ну вот. Вот ставился. У меня вот такое. Ну все же нарисовали. А ты что? Рисует. Рисует, да. О, кстати. Вот, в КС. Я какого Деда Мороза видел, такого и нарисовал. Что за волки? Там волки Дед Мороз. Не было лошадей, поэтому были собаки. Блин, ну я подумал. Дед Мороза Серёжа нет. Смотри, подарки. А что он говорит о подарке? Во-первых, почему... Я думал, он тут говорит, типа, помогите. Нет, нет, вот смотрите. То, что это Серёжа, видно по бороде, и то, что он крохотный. Да, да, кстати. И без мешка. А что у меня? Это в правой руке. Это в просах. Я сейчас подумал, что странно, что ты в посах держишь не вот так, а вот так, как державу. Вот. Балансируя. Блин, как обидно. Да, получается неправильный ответ, конечно. У вас одинаковые же. Да, у нас одинаковые, да. Благодаря Арсению, спасибо. Благодаря Арсению, на всякий случай, вдруг. Да. Я понял логику вопросов зато. Так. Рисует. Все вопросы про нас, что делает то и то. А помнишь, было Арсений и Полит, Серёжа и Дед Мороз. Соответственно, вы две. Да. Блин, а почему же Серёжа не кудрявенький? Серёж, а почему ты не кудрявенький? Ну, двоюродный, ну сказали. Ну, было бы прикольно, я просто подумал, когда он с этой штукой ходил, если бы он был кудрявлен. Поверх кудрявился. Это был бы грибочек на поляноте. Тебя не смущает, что она вообще славянская внешность? Да и совсем не славянская. Не смущает, меня смущает. Я бы тоже хотел. Ну что? Ну что? Мы идём дальше. Мы переходим к третьему вопросу для Гали, шестому для нас. Шведский квартет, спевший Happy New Year. Шведский квартет, 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 спевший New Year. С Новым годом. Happy New Year, Happy New Year. Амплитуда? Что это? Кто? Кто? Как? Шведский квартет. Как называется? Кто покажет буквами, тот вонючка. Аббревиатура. А еще, прочитай весь на плюс. Аббревиатура. Прочитай весь на плюс. Шведский квартет, спевший Happy New Year. В скобках написано... Абба. 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 Грунше. Абба. Абба. Абба подходит? По-русски или по-английски? По-русски или по-английски? Подождите. Абба. По-русски? По-русски. Кто покажет буквами, тот вонючка. Пишем по-русски. Пишем по-русски. Или по-английски. По-русски? Ну, я думаю... Ты понял же меня, да? Сейчас нет, но ответ понял. Ну, ответ да, я имею в виду... Все написали? Сейчас, погоди, не читай. Я вопрос тоже не поняла особо. Ну, я взял на себя все, что я оттуда понял. Вот я то вам и вывалил. Дело в том, что мне казалось, что первое слово жевательный. У меня все не стыковалось. Тогда не подходит. Не подходит? Тогда нет. Не, я потом все словил, видимо, не жевательный, а шведский. Ну, не знаю. Ты нарисовал? Да. Галь, читай вопрос. Шведский квартет, спевший Happy New Year. А в скоках написано, кто покажет буквами, тот вонючка. А-а-а. А, это ты. Я не показал. Ты не показал буквами тоже. И ты не показал. Не показал? Все, никто не показал, кто вонючки. Ни одного вонючки за столом. Да. А-а-а, это вот этими буквами? Да-да-да. Вот этими буквами. Ну что? Единственное, я у тебя последнее спрашивал, как писать? Русский или по-английски? Я даже хоть раз видел, чтобы она по-русски это писала. Ну, вот тоже нет. Ну, смысл в том, что мы знаем группу, да? Да-да-да. А-а-а. 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 Мы по-русски написали, но... А-а-а. О, это этот, из Пэкмана. Это мой Дед Мороз. Да, не все по-русски написали. Но мы договорились по-русски, по-русски. Да как это нелепо выглядит. А-а-а. Это как будто Али Абба и сорок разбойников. Не, ну это победа. Али Абба и сорок бэк-вокалистов. Да-ка, что тут проверять? Неужели вторая минута? Ой. Все, что мало? А-а, давай-давай-давай, Сережа. Ну, это правильный ответ. Ну, конечно. Мама, баба, баба. А-а-а. А-а-а. Шарики, шарики. Шарики, фонарики, фонарики. Да. Шарики, шарики, фонарики. Нет, не так. Шарики, шарики, фонарики. Волшебные фонарики. Поехали. И шарики, шарики, волшебные фонарики. Есть! Да! Один из трех. Это наша программа. Это наш стиль. Мы делаем один из трех. Зарабатываем вторую минуту на суперигру. Это мало. Это маловато пока. А мы прошли, получается, шесть вопросов. Да, это половина. Половина. Это половина. Это половина. Галь, ну мы тебя благодарим. Да. Твоя дистанция в три вопроса пройдена. Сейчас как бы грустно нам не было. Будем прощаться, но ненадолго. Тебе не стыдно за меня? Все хорошо. Ну на камеру-то она не будет плохо? Ну конечно. А пазы? Ты знаешь, репортеры приезжают. Все, у вас хорошо, все. У нас хорошо. Там сзади дом рушится. Ну и что? Тогда просто запустим барабан и придем к самому приятному. Мы через барабан. Галь, а вот ты смотрела всего четыре выпуска нашей программы, а ты досматривал их до конца? До титров. Нет. Никогда? А когда ты заканчивала смотреть? На втором вопросе? Нет, на последнем. Когда ты все-таки регрекарты стрелял? Мне нужно было быстро это все. Нужно было быстро, да. И бежать в клинику открывать. Короче, дело в том, что в конце нашей передачи нет подарков, мы всегда про это, в смысле нет приза, мы всегда про это говорим, но есть подарок в знак благодарности за то, что человек пришел, провел с нами приятное время. Вот. Сегодня у нас будет двойной подарок, в смысле потому что в предновогодней передаче во-вторых, нам приятно, что это ты. А в третьей... Расскажи, что мы всегда пытаемся... Да, угадать. ...угадать, что хочется. Поэтому обзваниваем родственников. Да, мы не дарим какой-то там пылесос. Нет, он трубку не берет когда-нибудь. Да, 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 мы ему не звонили. Вот, но мы действительно провели небольшое исследование, но первое, самое главное... Исследование? Скорее всего, ты не смотришь наши передачи, потому что тебе не на чем. Я сделал такой вывод. Плюс я там... Ну, я же тоже в Питере живу, я слышу по воскресеньям этот звук перфоратора. Мы знаем, что ты делаешь ремонт в квартире. В частности, на кухне. И я туда заглянул. Я могу на седьмой этаж так заглянуть, когда с собакой гуляют. И обратил внимание, что у тебя, по-моему, совершенно нет... Телевизор. Да ладно, вы что? Зачем на край? Сейчас уронишь. Зачем на край-то? А как его проложить, чтобы... Да вот так. Вот так клади, да, конечно. Вот, циник видно, что это? Желтый. Это еще и столик, кстати. Да. Серьезно? Вот. Нет, да. Это мы заберем. Не-не, мы заберем, конечно. Это для кадра, а потом ты это... Да, потом мы говорим, Галь, какой тебе цель? Ну, заберет, скорее всего, Серега, так как ему не надо, он перед подарит тебе. Но, скорее всего, Арс поедет в Сапсане вот так вот. Куда ставить-то? Да-да-да. А вот мы параллельно, ну, тому, что общаемся и дарим подарки, напрашиваемся в гости, вот мы едем весной на дачу, а вот по поводу чекапа у нас, значит, если мы вот вчетвером... Давайте. Нет, да. Мы, кстати, мы сразу с дачи полетим на чекап. Да. А я задам вопрос, потому что я уже знаю кое-что про чекап. Это ведь не дешево. Почему? Это надо у вас спросить, почему? Да. Нет, ну, я имею в виду, что за деньги-то мы можем в любую клинику прийти, поближе. Мы вам сделаем скидку. Как? Какой же он жучар, а? 50. Какой же он жучар? Ты на них можешь заработать. 50 процентов, отлично. Давай вдвоем поедем, а 50 процентов, и они просто не поедут. Давай. Все. На скидке суммируется? На 100 процентов. Так, ну что, скидку выбили? Да, конечно. На дачу на шашлыки попросили? Да, с наступающим Новый год. Слушайте, я тоже не с пустыми руками пришла. Так как это Новый год... Вот вам еще скидка. Вот, его команда... Шатан, шатан. Вот, я вам такие настольные игры, чтобы вы проводили вместе. Это... Я посмотрела передачи, где кто-то не знал. Рабучий размечен. Это не мы поем. Камнями на... Это я пою. Нет, я посмотрела передачи, где кто-то не знал столицы. Так, передачи... Нет, он знает столицы. Это... Это я не знаю. Нет, 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 это общая игра. Так, с ним просто. Ну, это тоже... Да, это ты еще не знаешь. Это словно бесстыжество. И вам. Это тоже Сережа. Вот. И печенье с предсказанием. Все. Ой, давайте сейчас поднимем. Конечно, да. Их пять штук. Как раз пять штук. Как раз-то нас. Ты тоже будешь есть. Что ждет твою клинику в будущем году? Почему мою? Нас всех. Нас всех. Ничего себе. Грязь, ложь, шок, контент содержат нецензурную брань. Все, не хватило? Как будто громкий вопрос. Да, да, да. Так, слушайте, надо загадать правильно. А, теперь... На будущий год, да? Давай. На будущий год. А почему? Не надо загадывать, там же просто уже все написано. А, да? Да, открываешь и читаешь. Давай. Могу. Я, по идее, должен был съесть бумажки, судя по сегодняшнему. Димон, это, наверное, тебе. Любовь – основной двигатель жизни. Почини его. У меня классная, конечно. Любовь, как бабочка. Сожмешь сильно – задушишь. Отпустишь – потом не поймаешь. Как будто из зоны послания. Блин, тост у меня, но она так тебе подходит, что я хочу, чтобы ты прочитал, пожалуйста. Ну-га. Смотрите, предсказание на будущий год. Никогда не говори, я ошибся. Лучше скажи, надо же, как интересно получилось. Да что происходит? Здесь любовь, там любовь, там не говори, что ты ошибся. У тебя что, на год будущий? Обратная сторона кризиса – новые возможности. У меня просто не сходи с выбранного пути. Не сходи с выбранного пути. Ну вот, все по делу. Это знает только человек, который видел медицинскую карту. Галь, спасибо тебе большое. Спасибо. С наступающим. Да, спасибо. Телевизор мы донесем сами. Спасибо. Дорогие друзья, а у нас в гостях инженер, любящий отец, прекрасный муж, Сергей Александрович Попов. Здравствуйте, Сережа. Последний сень, с тобой отец. Вы его могли видеть в наших выпусках, где я… Здравствуйте. Влог. Здравствуйте, Арсений. Во влоге. Все, попрощались и попрощались. Изомский же уехал уже. Вы могли его видеть в наших влогах про наши концерты. Да. Поездка по Сибири, по-моему, так называется. Да. Вы могли про него слышать что-то от Димки. Он ему все передает, сувениры из разных концов. И могли видеть в разных странах мира, правильно? Да. Вы же любите путешествовать, я знаю. Любил, любил. Да. Любить путешествовать. Ну нет. Просто сейчас же про Новый год. Да. А что ты волнуешься? Ой-ой-ой. Что ты запереживал? Запереживал? Запереживал. А в чем-то? Запереживал. Что ты накосячил опять? Что волнуешься? Я скажу людям, чтобы им было лучше в этом году, чем в прошлом. Чтобы закончились все плохие события, а начались все хорошие. Кто что подозревает под этим, тот пускай так и думает. А что мы родились, какие-то новые дети, новые друзья появились. Новые дети – это хорошо. Добро. Стали дети вот это. Значит, Сережа, дело в том, что надо заниматься тем, что ты хорошо делаешь. Понял. А не всем подряд. Месяц момент. Да, конечно. Я по жизни ничего не умею, но вот аварию на нефтепроводе устранить могу? Ну, наверное. Я думаю, да, потому что меня держали 36 лет на этом деле. Вот я, значит, это могу делать. Или там баню построить. Баню построить. Или там ребенка родить. Да. Ну, к примеру, по первому и третьему я уверен, по второму можно спорить. Ну, а третий, первый, точно. Точно. Что же делать тогда, Сережа? Скорее всего, баню строить. Я задумался. Я, может, баню строить? Может, а нефтепровод поешь? Нет, нефтепровод точно не умею. Кто-то же аварии должен делать. Нет, дело в том, что нефтепровод, он в каждом городе, в крупном почти. Где бы вы ни были, в Хабаровске, в Находке, в Братске, в Иркутске, в Красноярске. Без нефтепровод. Допустим, идете по Москва-Сити, да? Да. А там вдруг какой-то авария. Нет, сабантует какой-нибудь. Сабантует. А как попасть? Как попасть? А как туда попадаешь? Одеваешь вот такой значок. Так. У тебя есть пиджа хороший? Вот хороший. Нет, ты так. Ну, давай начнем. Одевай значок. Так. И тебя принимай за своего. Выходишь в нефть и тусуешься, правильно? Все. Это их логотип, да? Да. А у них продолговато. А я знаешь, как зайду и скажу, знаешь, кто мой отец? Это для среднего звена. А это для руководителя. Для руководителя. Ну, конечно. А у меня и костюм подходил. Так, Арсений, тебе дочка не досталась? У меня и пиджака хорошая. Я тебе привез книжку твою трудовую. Устройся на работу нормальную. Нет. Это 2002 год. А можно посмотреть? Монтер литросвязи. Ты монтер? Как? Актер-монтер? И где тут актер? Где тут актер? Ты перепутал. Ты исправил монтер на актер просто. Уволен в связи с расторжением срочного трудового договора. В 2002 тебя уже уволили? Ты в 2002 тебя уволили? Я в 2002 мечтал на даче на костер орать. Только работал уже. А где он еще работал? Ты проходил и в одном месте работал? Значит, ходишь по улицам в Москва-Сити. Оба, сабантуй. Транснефть там, значит, это... Почему вы уверены, что там сабантуй? Революция называется. А там мы сейчас сабантуй. Идешь и так сразу говоришь, я свой. 20 лет старше. Вот это зачеркиваешь, уволен, да? Вот я свой. Да, по МВФ. Я себе отчетливо представляю, как в Москва-Сити корпоратив транснефти. И там четыре человечка со значками. Вот так вот. И этот в трудовой книжке. Итак, я подхожу к спуршетному столику. Мне, пожалуйста, вот эти. Монтер. Да, пожалуйста. Ну все, ну что ты там еще разглядишь? Это даже герб Советского Союза. Вот в твоем время жили. А там нет фотографий в трудовой? Нет. А может это не его? Может вклеим? Ну как не его? Вклеим. Вот эту. Синяя печать. Никому, Павел, не ставишь. Все, понял. Попов Арсений Сергеевич. Но все же хотят... 82-го года рождения. А, так она недействительная. Что ты мне принес? Почему я действительно? Ну 82-й год. Это рождение, 82-й год. Ну я 83-й. Я же просил. Пожалуйста, я 94-й. Ты нас обманывал? Ты еще и старше на год. Да кому вы имеете? Ты в горе писаный. Тебе 41. Получается чар. В каком году родился Арсений? Да, папа. Сейчас сколько у тебя детей? Вот когда мы ходили в цирк, тебе было уже 8. Это вот первое, что я здесь помню. Из детства у него было... Первое столкновение с сыном. Один цирк, потом один раз мы хотели на Дельтаплане полетать. А что, он не согласился? Упал. Он борсился, но я как главный инженер подумал, что безопасность прежде всего, если я убью своего ребенка, я буду очень неправ. И я сказал ему, посмотри, как я полетаю. А Дельтаплан когда летит, и он когда на ветер летит хорошо, по ветру тоже. А вот этот вираж, когда ветер вбок, он может завалить, и все там очень опасно. И там нужно такого... И вы решили сами повесить. Тяжелого человека. Ну да. А с мороженым расскажи историю. Ты говоришь, посмотри, как я ехаю. А вот ты постынешь. А так вот, едем мы с цирка. Так. А с машинами было плохо, а у отца был запорожец. ЗАЗ 968. Хороший. Бежевый цвет, не зеленый. Это крутизна была. Едем с цирка, дождь такой, грязь. И тут, значит, 90-х какой год? Первый. Вольво. Появились медицинские машины, только первый. Вольво такой 90-х, такая вся длинная. Голубая такая, с белым. Останавливает нас. Я говорю, ну-ка, пройдите. У них какие-то у вас грязные номера. Пройдемте в машину, протокол составим. Сидим, протокол составили. Я возвращаюсь. Он говорит, папа, тебе повезло. Я говорю, опа, саркан какой. Он говорит, ты в Вольве посидел. Я в 8 лет собрал. Вот с тех пор повезло. Повезло. Я везде ищу плюсы. Да. Вот. Есть такое. Ну и сами посчитали, 91-й год, минус 8, мне было 8. Я не 82-го. Понятно? Да. Этот рассказ, это круче всяких документов. Все. Нет, все сходится. Фу. А он послышал бы вообще? Ой, очень через черт. Хотелось бы такого-нибудь такого, такого этого, нахоленка. Как по Шолохову. А он говорит, папа, ну в этой школе не учат ведь путем. Мне нужно в хорошую переходить. Мне же поступать в университет. Какой осознанно. Какая дура. Я же говорю, тебе надеюсь на экономическую или на математику. Он говорит, конечно, обманул меня. А когда он свернул с верного пути? Он не свернул. Как он в актерское попало? Он раздвоился. Он же сумасшедший. Вот, я привез. Он, значит, учится, учится. Я его, значит, проверяю, этот его зачетку. Доучился до пятого курса. И тут говорит, жена говорит, пойдем-ка в театр сходим. Что-то мы давно в театре не были. И пошли мы в театр. Лицейский театр там молодые. И зал примерно как вот здесь. Пять человек. Ну, играет какой-то там. Пригляделся. Арсений играет. Думаю, вот тебе. А, вы не семьей пошли? Нет, ну, мы с женой. Она меня позвала. А это ты где-то болтался? А, я думал, вы такие втроем. У меня с женой. Нет, я, значит, смотрю, опа. Сон в летнюю ночь. Играет там какого-то этого. Шекспира что-то. Я давай Шекспира после этого читать. Ну, потом думаю, что-то тут не то. Он, ты доучился хоть на экономическом? Он говорит, да, доучился. А это что такое? А то я параллельно учусь на актерском. Я говорю, ну, ладно, что с тобой. Ну, так и помирились. Не, ну, помирились не просто, что в ссоре были, а в смысле, примирились с ситуацией. Да, да. Не, ну, видите, сейчас все хорошо. Да нравится творчество сыну, в общем, что он делает, фильмы вот такие его. Ну, почему ты называешь фильмы? Ну, я видел несколько хорошей работы. Ну, то есть ты слово творчество трактуешь сейчас, да? Ну, да. Ну, как бы его деятельность мне нравится. Потому что, когда трое суток на аварии, значит, ты спишь на одной ноге по два часа, то думаю, ну, лучше бы я пошел куда-нибудь вот в студию. Светлая. Народ. Приличный. Тепло. Ну, тепло. Думаешь, правильно ты сделал? Правильно. Правильно. А вы все проекты наши смотрите? Нет. Я, как бы, неодобрительно отношусь к матам, и поэтому вычеркиваю все передачи, где, значит, это звучит. Поэтому ваши передачи смотрю изредка. Все, без сомка. А только жена что-нибудь скривит лицо, я сразу выключаю, говорю, это я с сынка посмотрю. Я приезжаю, и все так. То есть, вот по рекомендациям убрать мат, и вы будете все смотреть? Да, обязательно. Да, все, все, все. Блин, даже стыдно стало. Да, да, да. Блин, дядь, серьез. И нападать вот так на Диму, который самый добрый из вас. Во! Я вообще бы вам не советовал. Добрый. Нет другого, видишь, предлагаю. Неумный, не смекалистый. Добрый. Добрый. А доброта бы была в мире, и было бы и лучше. Во-во, я всегда вам это говорю. Короче, Дима, чтобы тебя не обижали. Опа. Оп! Ну, это только для дерева. Конечно, конечно. Конечно. Это вот такой уральский... Спасибо. Уральский кованый. Викинг премиум. Понятно. А как ты его провез в самолете? Да, даже... Я хотел четыре привезти. Но говорят, ну, кто бы... Но самолет, у нас же не пароходы. Все запрещено. Ну, один шива. Один говорит, ладно. Один, ладно. Блин. Ну, вот. Хорош. Так что Дима... То есть, когда я все-все разворачиваюсь, ты вот так сидишь. Ну, теперь такой... Нет, Дим, классно. Это мы все не правы. Блин, а я... Ну, я викинг. Да, ты викинг. Особенно в этой рубашке с голубками. На воротничке. Ты викинг. Блин, круто. Спасибо. Спасибо. Спасибо, пап. Подобую книжку. Так. Еще? Нет, сейчас... Тебе шоколад. Тебе шоколад. Откусанное? Ну, это в нашем стиле. Хорошо. Вот твой родной город. Ой, подождите. Не забывай его. Так. Что это хоть вообще? Это Успенский кафедрал. Это вам, чтобы... Это нам родные города? Да, это один и тот же наш город. У меня... Это вот, который отреставрировали в центре сейчас. Да, успел. Ну, не отреставрировали, а заново построили. У меня... The Moscow Trading Rose. Там же по-русски написано. The beginning of the... X-X century. Заговорили. А ты по-гречески скажи. Не, у меня просто первая женская гимназия. Мне кажется, мы видели ее. Да, женская тебе специально подойдет. The First Female Grammar School. А у тебя, Сереж? Цирк? А видно реку? Ом и церковь святого или пророка Омска. 1893 год. Год. Год моего рождения. Спасибо. Блин, вот почему я вот всегда так люблю, когда мы в Омске приходить в гости в семью Поповых. Все время накормят. Какие-то приколюхи. Топор дадут. Топор дадут. На дачу съездишь еще раз. На костер поорешь. Да это не твоя дача даже. Не важно. А какую рыбу делает дядя Сережа? Этот даже ее не ест. Он уходит из дома, когда ее готовят. Да, убегает с криками. Так, ну что? Поговорю про ваше будущее. Вот ради чего мы собрались. Когда вы обнаружили нелюбовь Арсения к рыбе? Да он притворяется. Имиджмейкер так называемый ему сделал. Ест за милую душу, не верьте ему. Лишь бы только не пахло. Та-дам. Значит, вот что. Тут на днях была забастовка в Голливуде. Это вы ее организовали. Это ее актеры организовали. Дело в том, что, значит, сейчас она длилась с июля по ноябрь. Актеры голливудские, к ним присоединились сценаристы. Да. Знаете, да? Да, да. Какая была тема? Подожди, а я так помню, что забастовали в первую очередь сценаристы, а к ним присоединились актеры. Потому что сценаристов замещает искусственный интеллект, мало платит. Вот я об этом и говорю. То есть, ваше будущее мне смотрится, вернее, видится в каком ключе? В каком? То есть, вернее, я понял, искусственный интеллект влияет очень на, значит, зрелищные мероприятия. И практически любого, уже, значит, будем говорить, шоу-мена можно заменить. Если, значит, снять его 16-ю камерами, синхронизировать там голограмму. Вот он тебе, Басков, пожалуйста. Пожалуйста. То есть, ты не отличишь его. Даже можно и с парином, там, после похмелья. Что у Баскова регулярно есть. Или добыть с ним что-либо еще. То есть, очень натурально. И ты не заметишь. Так, подождите. Наше будущее меня теперь интересует. Вот теперь в этом аспекте. Что делать будем музыкой? Дело в том, что никакой, наверное, искусственный интеллект не сможет соответствовать или предвосхитить то, что в голове у вас рождается. И это совершенно бесполезно, потому что он не справится. Если сказать, если он не сможет выдать такую, типа, а что едят эти 700 мужиков голых, да? Да. Или, допустим... Это пример. Или вдовьи плечи. А-а-а. Никакой, никакой интеллект это не принесет. А какой искусственный интеллект так будет играть, как я? Это же как запрограммировать наоборот. Какой искусственный интеллект есть очень давно, который так может играть. Калькулятор МК-50. То есть, я думаю, что у вас будущее есть. У нас будущее есть. Все, у нас есть будущее. Ну, что, тогда проигру, что можно переходить к игре. Не переживай. Сергей Александрович, вот вы, например, сейчас угадаем мы себе правильный ответ, и нам надо будет отпраздновать этот балл заработанный или два. Нам надо придумать какой-то жест и какой-то звук, которым мы это отпразднуем. Кто-то говорит там, yes, или ура, есть люди говорят. Надо что-то новое придумать. Он на тебя не смотрит, когда ты говоришь. Шарики уже заняты. Шарики тоже заняты, да. А если мой старый товарищ говорил так, товарищи, мы пойдем другим путем. Ты думаю, можно сказать? Это будет плохо, потому что мы как бы выиграли, и говорим, мы пойдем другим путем, и мы будем проигрывать. Да. Нет. Мы тоже так всегда делаем. Давайте попробуем. Ну, давайте споймем песню. We are the champions of the world. О, ну это тоже долго. Давайте вот это товарищи хорошо. Товарищи, мы пойдем другим путем. Это у нас же общий знакомый. Да, конечно. Да, да, да. Ну, и скажем, вот, учиться, учиться и учиться. Учиться. Учиться с акцентом. Учиться, учиться и учиться. Чтобы всем было близко. Все, делаем учиться, учиться и еще раз учиться. Или просто учиться. Сереж, это без акцента. Если вы так называли учительницу географии в школе, о, учиться география. Это у нас-то глагол. Учиться, учиться. Учиться, учиться, учиться. Ну, ладно, я не могу придумать так. Нет, хорошо. Учиться, учиться очень хорошо. Да, да, да. Учиться, учиться хорошо. Это мы уже Сережу стерили. Давайте все вместе еще. Как тавить надо. Как тавить? А там же нету. Еще раз учиться. Еще раз учиться, учиться, учиться. А, еще раз. Ну, тогда товагище. Еще раз. Давайте товагище. Тогда все вместе, готовы? Уа товагище. Уа товарищи. Уга товарищи. Уа товарищи. Просто уа товарищи. Уга товарищи. Правая рука готовы? Вы придумали. Ну ладно. Совместный труд. У нас команда тут не виноват. Да, абсолютно. Готовы? Три, четыре. Ура, товарищи! Шикарно! Мы готовы переходить к седьмому вопросу. Поехали! Три, два, один. Новогодняя. Подождем. Читай. Первый месяц. Пейзаж? Зимы. Первый пейзаж зимы. Январь. Декабрь. Декабрь. Первый месяц зимы. Декабрь. Первый месяц декабрь. Нет, декабрь. Сейчас. Декабрь. Декабрь. Декабрь! 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 Так... Не, вот тут, вот тут переверни. Ну что? Так... По-моему, все получилось. Нет такого? Нет, что вы мне сказали, то написал. Ну, было первый месяц зимы. Я как джиган. Первый месяц зимы. Январь. Январь. А почему мне показался пейзаж? Первый пейзаж зимы. А какой был вопрос? Без сомнения, все мы знаем месяцы зимы. Скорее, первый называй. Это точно месяц. Декабрь. Декабрь. Там так и написано? Нет? Сначала надо проверить, что мы написали. Да, вначале, что мы написали. Ну, мы подумали, что декабрь, да? Декабрь. Это же первый месяц зимы. Да. Да. Это типа, ну... Да, да, да. Ты скорее называй, ведь это, конечно... Май! Неправильно! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Декабрь. Декабрь. Ну... Почти, почти, почти. И... Три, четыре. Ура, товарищи! У-у-у-у-у! Вот идем! Есть! Вот идем! Вот. Так, а это... Какой ответ у нас правильный? Третий. 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 Три минуты уже есть. Третий. Фу! Так, это было... Для суперигры и куда-нибудь... Программа минимум выполнена. Не-не-не-не-не. Сегодня нет. Сегодня минимум десять надо. Ну, хотелось бы десять, конечно. Нет, сейчас надо все три отвечать. Ну что, готовы? Да, готовы. Переходим к вопросу номер восемь. Три. Два. Один. Два. В 2023 году... В 2023 году Вышел... 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 50-й... 50-й... Тэйбл тайг. Выпуск шоу истории. Истории. Так. Как он назывался? Как он назывался? Как он назывался? 50-й выпуск истории! Как назывался? Что? Эм... Вы поняли, да? По-оп 시� pre. Да, да, да. Сейчас, секунду. Он про нас. Он был про нас. Про нас, да, про нас. Понял, да? 50-й выпуск истории, как он назывался? Как назывался? Он про нас был. Не помню вообще. Фанатки, поездка на концерт. 50-й истории истории. Поездка на концерт. Нет. На концерт. Как он назывался? На концерт. Я не одно название истории не знаю. А? Давайте напишем поездка. 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 Типа странная поездка. 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 Что мы пишем? Вот и приехали все. Вот и приехали. Вообще это можно засчитать, как пишем новый вопрос. Давайте. Блин, вот я понял вопрос. Так это никто не знал. Я не знаю. Я даже знаю все, что внутри. Замена вопроса. Ну, что, про истории 50-й? Да, 50-й истории. Как они называются? Да. Это которые про концерт наш? Да. Вот она называлась, типа, то ли на концерт, то ли какая-то странная поездка. Но если никто не знает, то это не считается. Вот, да, концерт никто не вспомнит, мне кажется. Ну, я назвал по принципу, что, ну вот, что вот. Ну, я знаю, что не так. Нет, мы договорились все писать поездку. Да, поездка. Ну, это я не понял уже, что вы договорились. Какая разница? Это не поездки. Что вы на меня так смотрите? Ну, это не поездка. Ну, мы договорились писать поездка. Да, ну, это ж не поездка. Ну, договорились же написать. Ты понял, откуда маты берутся? Я сам готов уже. Вот. Нет, ну давайте хотя бы мы узнаем, какой вопрос. Все раз. Какой вопрос был? В 2023-м вышел 50-м. В 2023-м году вышел 50-й выпуск шоу-истории. Как он называл? Как он называл. Ну, ты понял? Вопрос? Да. Все, вопрос был понятен идеальный. Да, мы знаем ответ. Понял. Ну, а если мы не знаем ответа? Ну, давай. Во-первых, если мы не знаем ответа, это стыдно. Да, ну не стыдно. Они всегда сложно называются. Они называются не всегда так, как мы предполагаем. Они типа как кино называются. А ты мог полать написать шпаргалку? Да надо было, конечно. Ну я на сорок девять написал, а я на сорок девять написал. Концерт. Опа-на. Вот-то мы угадали, дима. Вот стимул. Человек поедет. И что вы договорились? Что вы договорились? Приплыло шары. Поездка. Куда вы едете все? На концерт. Она же про концерт. О-о-о, приплыли. Все, теперь до конца передачи можно что угодно писать, вы же понимаете? А ты, козел, не мог сказать концерт? Да. Ну вы же знаете, что про концерт, мы там с Сарсом играли. А что ты не подсказал? Мы знаем, что про концерт, и что? Что подсказал? А почему поездка? Потому что там что-то было про поездочку. На концерт. На концерт поездочка. Ну подскажи. Правильно, правильно, не надо всем знать. Конечно. Сейчас ты, герой, а это что такое? Случайные люди. А это что такое? А это вас слушал? А я вас? Не, ну подождите. Мы не делимся здесь на случайных и не случайных. Мы должны все вместе одинаково писать. Так хоть какой-то шанс заработать правильно. Поэтому ты должен был подсказывать. А ты не слышишь, что мы говорили на концерт. И все говорят, что на концерт? Я говорю, ну поездка. На концерт. Нет, я, ну честно, если я был уверен, что это называется... Вот ты! Неприятный. Сложнее это все называется. Ну, видимо, в честь того, что это 50-й выпуск. А почему ты оправдываешь? Не оправдываешь. Что это? Вы оправдываете? Куда вы там едете? Он говорил концерт. Ну тоже я. Мне. А почему он написал на поездке? У меня 4-1, я думаю, ну... Это не всегда иди за большинством. Правда такая же логика. Я вообще не смотрел, поэтому... Не повезло, считаю. Да, считай, не повезло. Да, просто не повезло. Да. Соответственно, мы просто-просто переходим к вопросу номер 9. Три. Два. Один. Кто? Кто? Из сидящих. Из наших. Был бы. Был бы. Худшим. 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 Дедом Морозом. Дедом. Дедом. А, Дедом Морозом? Дедом Морозом. Дедом Морозом. Каким? Из вас был бы. Худшим. 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 Дедом Морозом. Да. Грустным. Давайте просто напишем мое имя. Мое имя. Арсений. Ты? Все напишем Арсений. Арсений? Просто... А почему? Ну потом подумаем. Арсений. Там же не написано и почему. Просто кто был бы худшим Дедом Морозом. Я не понимаю. Ну хорошо, тебя. Давай пишем Арсения. Мы же можем договориться. Давай твое. Шастун. Шастун. Антон. Шастун. Всё, Шастун. Сверженный ты человек. Ну если мы правильно... Я не понимаю вопроса. Ну давайте сейчас мы все напишем. Кстати, вам не показалось, что кому-то тут не нравится наша музыка? Не-не, мы все замечания и предложения принимаем. А, да? Да. Если ты нам посоветишь какой-то трек, мы его будем слушать. Я вам напишу. Не, ну какая бы эта группа была? Дипеоп? Ну не надо так. Не надо. Ну, допустим, ты любишь Петрова Андрея. А он, допустим, любит Прокофьева Сергея. А я, допустим, еще ничего не люблю. Звучит как стишок. Посмотрим. Порешаем. Так, ну вопрос я услышал. Кто из нас был... Давай прочитаем. А что вот это такое? Каким худшим? Кто из сидящих за столом был бы худшим Дедом Морозом? И ненависимо там, и почему, и просто. Просто мы должны были предложить. Любого. Я предложил. Давайте напишем меня. Нет, ну не может быть. Там же есть какая-то логика в этом. Ну давайте так. Точно не Серега... Было бы худшим. А почему? Серега делает классные подарки. Серега такой уютный, щедрый и прочее. Димон и я, ну мы похожи на Деда Мороза. Не, тогда правильно. А ты совсем не Деда. А, ну из сидящих. То есть здесь могла бы быть женщина, то есть она бы не могла бы быть Дедом Морозом. Тогда кто-то из нас четверых. Тогда ты. Тогда я, конечно. Самый молодой. Какой же я? Ты был бы парень Мороз. Парень Мороз. Ну, все написали Антон. Ну я написал Антон, да. Я даже бороду не нарисовал. А ты... Ну ты же говорил Шастун. Он говорил Антон. Всем он говорил Антон. Да, но он же Антон. Да. Антон. Его же не зовут Шастун. Во-первых, ты написал Шасуи. 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 А что это? Шасуи. Ну разве корректно? Это же Антон и Шастун, это подразумевается. Ну типа один человек, да. Ну да, но мы же типа... Это то же самое, что Абба писает по-шведски или по-английски. Это же Абба. Согласен. Абсолютно. Ты Шастун. Я Шастун, я Антон. Ну да, я же не перепутал, я же не Димана написал. Да, если сейчас лампы загорятся не зеленые, просто топором загорится. А ты не говорил Шастун? Да нет, ну по логике вещей мы показывали, что пишем Антона. Ну да. Мы же это проговаривали. Соответственно, это правильный ответ. Ну да, да, это правильно, сто процентов. Главное, чтобы у всех написано одинаково должно быть. Только почему? Непонятно. Потому что молодой самый. Ну нет, ну мы критерили... Там ответа не может быть правильным. Там скорее всего ответа и нет. Ну давайте посмотрим. Ну да, давайте начали посмотрим. Вот туда посмотрели в это, стопудово за Шастун. И вот тут в театре должна быть пауза, 45 секунд. 45 секунд? Ждем. Примерно. Может пойдем пока за икоркой? В буфет. Сто процентов за Шастун. Что тут лепит? Сто процентов. Неправильно использовать это. Не на карточке гостя. О, это я. Правильный ответ на карточке гостя. Ну то есть тут не может быть конкретного. Ну да. Здесь именно команда решает. И команда решила. Решила? Что это я? Команда решила. Соответственно все правильно. Повезло. Это пипец. За такое можно придираться. Но наверное... Ну так это же просто какое-то... Ура, товарищи! У меня все лучше и лучше получается. Мы зарабатываем четвертую минуту, получая четвертый правильный ответ. Вау. Так, а получается все три вопроса сыграли, да? Да, да, да. Все, до свидания. Ищи уже. Ну не иди, подожди. Пока не идти. Мы еще чуть-чуть посидим. Что там у тебя еще в сумке? Вечером. Ну что ж. Подошел к концу. Две тысячи двадцать третий год. Хочется подвести итоги. А ты первый раз на телевидении? Ну, телевизионные мастера искусства, конечно, меня интересовали. Ну не было времени, а вот сейчас на пенсии появилась. Первый раз. А про тебя не снимали там какой-нибудь репортаж? Там вот Сергей Александрович... Устранил аварию на нефть. Нет, дело в том, что в наше время аварии не очень популяризировались. Поэтому их не очень снимали. Кстати... Был хороший вопрос. Вот вы у нас впервые, а мы у вас были несколько раз. Вот. И вы всегда с удовольствием показываете нам свою квартиру, у вас очень много шапок. Да, есть. Очень много шапок. Вот. У вас дома много... Большая коллекция пластинок. Да. Да, вот. У вас даже, по-моему, есть проигрыватель, да? О, есть. Есть. Артур ему сорок. Сколько лет ему? Мой ровесник. Почти сорок. Около пятидесят. Это Артур 0,06, да. Наш отец. Чуть младше Арсения, правильно? Получается так. Меня в честь него назвали. И мы подумали, что, может быть, ему, вашему проигрывателю, нужен младший братик. И поэтому мы решили, чтобы у вас был новый хороший проигрыватель, потому что у вас огромная коллекция. Это... Это прям... Вот это удружили, может быть. Спасибо. А не влажено! А тут и телевизор, телевизор. Вот это вот мужской подарок. Он не советский, но я вижу, что он британский. У меня мама душа. Я знаю проигрыватель, да. С ней разговариваю. Ну, приходите все в Омск. Приходите. Вот они паломничества известные. Это все. Мы знаем, что у вас большая коллекция пластинок, и, скорее всего, эта пластинка у вас уже есть. Но вряд ли она в этом издании. Потому что эта пластинка группы Pink Floyd, The Dark Side The Moon, выпущенная к 50-летию группы... Не группы, а альбомы. А альбомы. Именно, да, этого альбома. 73-го года, да. 73-го года. Там пластинка... Давай распечатывайте. Ну или нет, лучше... Короче, да. Там можно почитать. Это какой-то подарочный бокс. Там какая-то книга есть. Что-то там на 100-60 страниц. Всякие эти... Просто я боюсь, что эти друзья все как за зависть и помрут. Да, конечно, да. Лучше потом откроете. Потом ночью. Правильно, правильно. Это, в общем, вам мы рады, что вы пришли к нам в гости. Сергей Борисович. Сергей Александрович. Спасибо вам. Благодарим. Благодарим. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Ребята, ну тоже позвал родственницу. Так, ну ты вот туда зрителям говори. Ну это я сначала вам говорю. Ага. Да. Я не понял, кто это. Это моя родственница. Дело в том, что... Ну что, я зря женился, но я решил позвать жену Катю Позову. Кать. Привет. Привет. Я вот тут работаю. Это вот ребята. Это ребята, да. Коллеги, так сказать, сослуживцы. Коллеги, да. Коллеги, да. Ну хорошо. Ну она правила все знают, поэтому вообще... Конечно, она все знает, да. Да, это мой любимый ваш проект, кстати. Вот смотри. Скажи, пожалуйста, потому что он здесь не такой умный, как дома. Блин, я кстати, знаете, у нас же хорошая семья, благополучная. Ну мы не знаем. Мы катаем. Ну относительно да. Вы не попадаете в новости, которые начинаются с фразы два сожителя. Обычно не так. Вот. И мне вот Димка всегда вот нравится, ну везде вообще, вот без исключения, кроме вот этого проекта. А, поэтому это любимое шоу, да? Ну я очень люблю громкие вопросы, я очень... Ну я... Блин, подождите, я же тоже не с пустыми руками. Новый год же. О, классно. Теперь... Ну а что же вам просеку-то принесет, кроме меня-то? Ну? Ну хорошо. А Сережка-то ж не пьет и мандарин ему. Вот. Да классно, классно. Сережа, хочешь еще поцелуй? Не знаю, как скажешь. Хочешь просто мандарин? Давай, Сережа, поцелуй, а мандаринку мне, ведь я тоже не пью. Почему еще? Арс, ну подожди, может быть, тебе поцелуй? Почему ты всем даришь поцелуй? Нет, давай поцелуй все-таки ему, потому что у Димы топор. Да. Ну что ж, зато теперь все наши дорогие зрители поняли, что в чат, в котором гости обсуждали, что сами подарят, нам не добавили майю. Ну как бы и ничего страшного. Нет смысла? Это у нас семейное. Она нам подарила. Что? Приглашение на дачу. И тебя. И тебя тоже. И тебя. Конечно, конечно. Кать, а как это ты так вот говоришь, что я тебя здесь бесу? Не бесишь? Нет. Просто не нравишься. Это мы в конце все вместе выпьем. А как? Почему? Ну я же тут... Я не говорю, что бесишь. Я говорю, просто везде нравишься, а здесь вот чуть-чуть... О, слушай, а вы правда благополучная семья? И что, и что? Ну погрешности бывают иногда, да? Только тут? Только тут. А что, он дома прям такой хороший? Идеальный. Да он точно дома бесючий. Точно. Я же с ним жил. Блин, ну вы что, хотите сказать, чтобы я сказала, что он бесючий? Да не бесючий. А что, ты со мной жил, а я был бесючий? Нет, и не был бесючий. Он дома, значит, сидит на балконе, курит, сидит в уборной, что-то там тоже сделал. Ну, Дим, говорю, все как на руку. Нет, как есть, а что, я не скрываю. И молчит. Ну разумеется. А, так вот почему вы идеальная семья. Сидит, курит и молчит. А что говорить? Ты просто куришь и молчишь. А ты говоришь? Да нет, а что, я буду сама с собой разговаривать? Нет, у нас тишина в доме. У нас вообще дома тишина. У нас двое детей. Ору там и просто, типа, этот курит. А он курит как? Типа, он сладкий или вот так вот нервно? Не-не, ну он там что-то в телефоне постоянно там что-то делает. А, так он дома такой же, как здесь? Да, да, в целом. Ничего не меняется. Да ко мне нечего рассказывать. О, а вы смотрите совместно какие-нибудь видосы? Фильмы? Фильмы, может сериалы, может передачи. Ну, раньше вообще мы много вместе всего смотрели. А потом вы начали ездить на гастроли и снимать бесконечное количество шоу. Есть такое дело. И теперь нам некогда. Мы уже давно не ездим. А куда же он ездит тогда? А вы не ездите? Ну, ЧДК и ездили же. Мужики, не, гастроли есть. Гастролей много. Сверху мужчин добавили гастроли. Мы вот сейчас в Сочи летим на покер. На покер. Это ж я тоже... Пофиг про Димана. Ты про себя расскажи. Есть же какие-то... Короче, я расскажу вам сейчас все. Сейчас все расскажу. У меня вышел подкаст с девочками. Называется... Можно же рекламировать? Конечно, нужно. На многомиллионную аудиторию говорю, что у нас с девчонками, с моими подружками. Извините, пожалуйста. Вышел подкаст, который называется Винишник. Мы там обсуждаем всякие... Извините, я верну. Так, Винишник. Мы там обсуждаем всякие женские темы. Понял, да? Типа девичник, но Винишник. Ты придумал, да? Ты через сто лет? Нет. Ну, просто спросил, поняли? Я понял, я понял. Нет, ну ты же перешел на СТС, там есть учителя. Опытно добрался. Нет, придумал не Димка. В общем, мы там обсуждаем всякие женские темы, делимся своим опытом. Все такие распрекрасные. Опытом чего? Ну, вообще, на разные. Вот у нас сейчас пока что вышел первый ролик, это вот знакомство, а потом мы уже будем по темам... У вас будет всегда один и тот же состав? Вас там трое, да? Нет, к нам еще будет... Нет, нас трое. И к нам будут приходить... А кто? Кто-то будет в гости всегда приходить, да? Еще моя подружка Влада, продюсер, и моя подружка Оля Косицына, супруга Димкиного друга. Небезызвестного. То есть у нас кос и кос, женская версия. Это уже пошутили, да? Это как только вышел первый... Мы его не смотрели. Первая серия. Ну, посмотрим обязательно. А еще у меня выйдет когда-нибудь скоро, я надеюсь... Ну, он же, наверное, вышел. Возможно. Еще один ребенок, а не вышел. Нет. Карьера родственников... Все. Все. Вот еще у меня, наверное, уже вышел мой проект, который называется «Я жена». Я жена? Да. Я жена. И там я беру интервью у жен всяких разных известных людей. Блин, скоро выйдет... Не переключайтесь, скоро выйдет мой новый проект «Я одинокий». И там я беру интервью у обоев. У обоев моих собаков. У меня интересно, Сереж. У меня тоже. Нет. Я тебе не верю. Жизнь холостяка. Знаешь, она какая? Ну, я догадываюсь. Как вы понимаете, пацаны, я планирую, ну, два-три года и я завязываю. Ну, конечно. А потом я на кастроле буду ездить. А потом я на кастроле буду ездить. Что-то делать. Курить ты можешь и... Конечно, я все. У вас еще пару лет вот это все поснимать и потом я... Договор, договор. Ну, все. Что? Смотрим. Все, да. Все смотрим. Все. Там даже, возможно, ссылки в описании будут. Невозможно оточнить все это. Обязательно смотрим. Кать, ну, правило, ну, что? Ну, все прекрасно. Все то же самое. Все то же самое. Нужно ответить на три вопроса. Да. Три категории. Новый год. Итоги двадцать третьего года какие-то наши и вопросы какие-то про нас. Выбор небольшой. Осталось по два вопроса. Да. Соответственно, все. Получить три правильных ответа в наушниках. Написать правильный ответ вот на эти карточки. Правильный ответ, чтобы совпал у всех. И чтобы был правильным. Да. И чтобы у твоего мужа тоже был правильный ответ. Постарайся. Блин, это вообще, знаете, ну, будет какое-то фиаско, мне кажется, но мы попробуем. А у вас есть какая-то, ну, взаимная интуиция? Вы с полуслова друг друга понимаете? Может быть, это неважно? Может, не разговариваем? Ну, да. Может, вы передаете мыслями? Как-то да. Одна сатана. Вот это не не работает. А ты еще между ними не сидишь. Там концерт, и тут концерт. Он пишет, а у него на карточке проявляется. Прикинь. Было бы прикольно. Я сейчас жестко буду играть, потому что я не могу так опростоволось. Дети будут смотреть. Подождите, но у меня есть тактика, я вам честно скажу. Так, давай. Вот. Ну, Дим, прости. Без шанса вообще. Ты от меня уходишь? Без шанса. Так легко ты от меня не отделаешься. Тогда ладно. Нет, ну, буду работать на Арсения. Ну, Сережа и так все понимает. Он ему даже ничего смотреть вообще нельзя. Ну, по жизни. То есть в жизни я работаю на вас, а ты на Арсень. Ладно. Нет, но я буду... Нет, но я подарю вам что-то на новое буду. Ладно. Буду взаимодействовать с Арсеньем в основном. Антон... Ну, чуть-чуть. На меня. Рикошетиком. Конечно. Кать, мы знакомы тысячу лет. Миллион тысяч лет. Мы с тобой в некоторых миниатюрах в КВН такое творили. Может, что я с мужем не творю. Да, мы вместе в КВН играли? Да, мы играли в одной команде. Может, и вас что-то связывает? Пока ничего. Чего? Мандарин. Мандарин. Так, надо придумать быстренько жест. Да. Каким мы будем праздновать. Блин, это самое сложное. Давайте вот так. Вот так. Опа! Опа! Все, договорились. Три, четыре. Опа! Легко. Легко. Ну что, три вопроса с какого начнем? Ну, с новогоднего. С новогоднего. Так о чем мы думаем? Ну, тогда мы переходим к вопросу номер десять. Три, два, один. Что идет? Снег. Снег. Листья. Снег. 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 Что идет у глюкозы и жесток у Киркорова? Снег. Почему так жесток Снег? Снег. Киркоров. Киркоров поет. Почему? Он поет? Зачем она поет? Что пишет? Снег. 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 Она поет сейчас? Снег. Ты бахнула перед выпуском. Зачем ты поешь? Почему я пою? Снег. 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 Я напишу снег. Она пела? Просто скажите, она пела? Нет. Пела. Ты все пела? Так пойди-ка попляши. Ты пела? Старгазм какой. Давайте обсудим. Давно не было, да? Давайте поговорим. Точно? Я правильно ответил? Почему так жесток снег? А, вот что ты пела. Ты говоришь, что ты поешь? Что идет у глюкозы? А снег идет... А зачем ты пела, почему так жесток снег? И жесток у Киркорова. Но мы все написали что? Северус? Снег. Да, снег я написал просто. Вот, когда нормальные вопросы, я сразу в деле. Снег подсказал, когда я объясняю. А, да. А те тоже были нормальные, а ты ничего не понимал. Ну, это, снег-то, что тут понимаешь? Ну, снег. Ну, у них же общий снег. Я же как это, Катя, что там за окном, снег? Дождь, покажи дождь. Ну, типа, побыстрее просто еще. А, это у вас реально семейное. Покажи дождь. О, дождь. А снег. А покажи, как завариваешь чай. Ну, отклеиваем, Катя. Нет, подожди, главный результат. Давайте сейчас... Это вот самое интересное, то, что у меня всегда... Вы обратили внимание, что снег под лупой? Под лупой, да. Да, да, да. Матвиенко пять. Это концепт вообще, Сережа. Попов четыре. Снег. Ну, так это... Опа! Есть! Вы взяли пятый вопрос. У нас есть пятая минута на супер игру. Мы взяли десятый вопрос. Пять минут, да, у нас? Как сейчас все зависит от тебя, ты не представляешь. Ну да, повышай планку побольше. Нам нужно минимум семь минут. А тут еще я не могу так волноваться, потому что папа Арсения запретил матюкаться. Вот. Матерись. Хорошо. Не матюкайся. Ну, что? Слушай, а как он это сказал? Не матюкайся, говорит, мать, нет. Ну, он сейчас за столом сказал. А, в смысле, что ему... Мне не нравится, что матеряться. А у меня такой накал, что хочется, знаете, выпреснуть все это. Но мы потом. Тем более муж здесь, дома они не говорят, а здесь можно. На моего папу Андрея Рожкова влиял. А? Он тоже не нравится когда-нибудь. Блин, хоть на кого-то Андрей Рожков повлиял. А я теперь знаю, кто пишет. Наоборот. Кто пишет Андрею Рожкову? Папа Арсения. Уважаемый Андрей Рожков. Да. Зачем мы вспоминаем Андрея Рожкова накануне Нового года? Я просто понижаю планку, чтобы сейчас ее повысить. Следующим правилым ответом. Хорошо. Что? Еще один вопрос. Теперь берем вот этот, да? Нет, давайте вот этот. А, вот про нас. Там про нас, Катя. Или какой-нибудь секретик про Димку расскажешь. Какой? Сколько по времени он сидит в туалете? У нас просто два санузла, поэтому я как-то засекаю. И оба для него. Один лично мой. Время неограничено получается. Да. А есть там розетка для... Конечно, да. Естественно, у него там есть. Там и телевизор, да? Нет, самое смешное, знаете, когда рабочие приделывали вот эту для туалетной бумаги держалку, там такая полочка, и он такой садится. Ну, а я с ним рядом в туалете вот так стою и типа, ну, не Димка, рабочий. Ну, да. И он мне говорит, ну, на какую высоту будем приделывать, значит, эту держалку? Я говорю, да я не знаю. Говорю, как? Он такой сел на унитаз, говорит, не, ну, смотрите. Знаешь, сидишь, ну, удобно. Телефон вот так положил, да, розеточка. Тебе уже представила, что... Вот ты так и делаешь, правильно? Я подумала, что Димка, наверное, так и существует. Да я представляю, как он там существует. Он сидит. Телефон в руках. У него Nintendo Switch подпирает Asus Rock. Вот так вот. Две приставки портативные. Не, ну я, кстати, да, у меня так бывает. А там, ну что, там на портативной приставке на коробке написано «в туалете» по-русски. Что в туалете? Там написано на разных языках, где и можно пользоваться. Там есть на Steam Deck по-русски написано «в туалете». На приставке Steam Deck написано «пользоваться в туалете». Да. На Steam Deck. Да. По-русски. И как ей в туалете пользоваться? Ну вот я сижу, играю, тут у меня телефон показывает видос. Вот так стоит. Функционал тоже остается. Да. И все, я играю. Тут телефон у меня, соответственно, все. А телефон тебе зачем? Параллельно можно что-то зырить. Ты играешь и зыришь? Да. Ты делаешь три дела сразу? Да. А еще у него бывает, знаете, такое. Он, например, смотрит футбол. Он смотрит футбол в телефоне, на телике, в ноутбуке. Ну, разный футбол, не один и тот же. И играет в Steam Deck тоже футбол. Да. И играет в футбол. И... Тоже там? Нет, это он дома. Это уже дома. Не так, чтобы у нас такой туалет. Это дома. Как будто туалет не дома. У нас туалет на улице. Проблема тебе небольшая. И все невнимательно смотришь. Почему? Потому что везде отвлекаешься. Да. Три футбола смотришь и играешь. А, так вот почему он вот так вот играется, наверное. Давайте. У него просто рассредоточенное внимание. Рассредоточенное внимание? Ничего страшного. Ну что, мы переходим к вопросу номер одиннадцать. Поехали. Три. Два. Один. Что говорит Антон, когда видит снег? Что? Кто? Говорит Антон, когда видит снег? Что говорит Антон, когда видит снег? Когда видит снег. О, снег. О, снег. О, снег. Снег. Просто снег. 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 Так же, просто снег. Снег. Что говорит Антон, когда видит снег? У меня державю, а мы же уже писали снег. Что говорит Антон? Подождите, подожди. Так, а что это? Не, ну я, может быть, не умею читать. Не, ну я не предупредил, что у тебя красный диплом. Возможно, тебе подготовили вопросы, типа... Один и тот же, хотя бы. Думали, дочь придет. Или это с каким-то... Я чего-то не понимаю. Что говорит Антон, когда видит снег? Ну ты прям такой описи. Он говорит, о, снег. Нет, ты не говоришь, типа, ой, красивый, там, Новый год. Нет, ну говорю, да, я люблю, типа, Новый год, люблю этот праздник. Вот так ты долго говоришь? Нет, мне это конкретно. Но я имею в виду, что когда я рад... Ну подожди, вот смотри. Лето, осень, и ты такой, о, снег первый раз увидел. Что ты говоришь? О, первый снег, посмотрите, это первый снег. Кому ты так? Ты ни разу так не говорил. Ну про себя так думаю. Ладно, а второй раз ты увиделся? А говори еще. Да нет, ну говорю, ну всяко, ну что ты говоришь, когда видишь снег? Я просто люблю Новый год. Нет, ну у меня нет такого вопроса, знаешь, я ничего такого особенного не говорю. Что говорит Антон? А вот я и говорю, я не понимаю, это отсылка к чему, или что это такое? Может быть, то, что ты написал, то, что написано на карточке у Антона, то и является правильным ответом. А, ну например. Может быть, такое, да? Да, а вы вот еще, когда ЧДКИ снимаете, вы ничего такого там не было? Там не было снега. Там не было снега. Там это же было, да, осенью, да? А какие-то новогодние выпуски, типа, где же у снега? Может, он говорит, о-о-о, как красиво. Ну я просто... Ну это... Да ладно, мы уже написали. Не, ну получилось, что я имбецил, конечно. Я когда вижу снег, говорю снег. Снег. Вот, видите, я еще снежинку под мигра... Да блин, классно, если честно. Что у Киркорова? И у глюкозы, и что Антон говорит? Третий вопрос будет. Семерус? Снег. Снег. Блин, очень странный. Открываем? Да, не стыд. Открываем. То, что скажет Антон. Вот. Я так и говорю, да. Я говорю снег. Снег. Я когда вижу листья в осень, я говорю, листья. Когда солнце выходит, я говорю, дождь. Я говорю, дождь. А когда видишь маму, говоришь, мама или мая? Не, я говорю, мама. Мама. Получилось? Да ты когда правильно получаешь. Да, получается. Это же... Смотри. Мама. Так, ну подожди. Ну окей. Ну так зеленые все, это, получается, правильный ответ. Опа! Ты должен был по-русски сказать, вот, зеленый. Зеленый. А сейчас вот это, типа, подведение итогов, что там будет? Чего много в этом году? Снег. Что сейчас на дорогах? Снег. Слякоть. Да мы получили шестой правильный ответ. Мы заработали на супергон шестую минуту. А ты говоришь, я тут плохо играю. Смотри. Два из двух. У меня сын вчера, вот что странно. Вот, допустим, он уже в Деда Мороза не верит. Как? Как? Ну, видимо, ты ему сказал. А ты где был? Ты что, раскрыл тайну? Ну, а вот вы в каком возрасте перестали верить? Ну, я вам честно скажу, я до сих пор верю. Я тоже верю в Деду Морозу. Ну, просто я вот что сыну, что дочке говорю, напишите письмо Деду Морозу. И даже дочке сказал, говорю, она что-то написала, но сложное. В смысле сложное? Ну, я не уверен, что я куплю. А. Я говорю, а ты уверена, что Дед Мороз ты найдет? Она говорит, уверена, уверена, я знаю, где продается. Ну, если она явно мне это говорила. И сын не верит. Но при этом, он вчера говорит... А зачем вы все тогда играете в эту игру до сих пор? А я, кстати, не знаю. Напиши письмо Деду Морозу. Хорошо, папа. А он еще и писать не может. Он просто мне сказал, что купить. Ну, типа Деду Морозу. А ты даже не переодевался ни разу в Деду Морозу? Нет. Нет, почему? Подождите, а как ты из этого всего сделал выводы? То есть она сказала... Ну, по разговору я понимаю, что переодевалась. Они мне просто подыгрывают явно. То есть они сто пудов в комнате ржут потом с меня. Короче, это не... Дурачок Деду Морозу письмо. Но при этом, вчера мы с ним пошли по делам, со мной сфоткались. Куда прием делам вы пошли? По мужским делам. В туалет. И он говорит, а почему с тобой фоткаются? Я говорю, ну я же передачу с ребятами снимаю. Так. И он так сидел, долго сидел, сидел, сидел. И он говорит, па, а как вы с ребятами в телевизор заходите? А он еще, я напоминаю, теперь плоский в его детстве. То есть в моем детстве еще можно было? Да, я, кстати, всегда представляла, что в детстве в телевизоре живет Лолита и Цикала. А они же там живут Цикала-то, да. Цикала-то, да. Лолита, да, не побеждаю. Ну, типа, хочешь, хочешь. А вас никогда не смущало, что они сначала вот такие в телевизоре, а потом лицо на весь телевизор? Ну, типа, там, ну, вот это вот увеличительное стекло, знаешь, экрана. Не подходит и больше становится. И как ты цену это объяснил? Ну, честно говоря, не объяснил. Как ты просто проигнорировал? Ну, как проигнорировал? Ну, говорю, ну, там сложный процесс, как-нибудь придешь на работу, увидишь. Хорошо, как объяснить, как мы заходим в телевизор? Во-первых, я сам до сих пор в шоке. Человек стоит с какой-то херотой. Так. А потом мы на экране. Кстати, да. А, тебя этот принцип удивляет? До сих пор. Ну, это да. Я не знаю, как люди это придумывают вообще. Да, кстати, это странно. Я в шоке, поэтому я не смог ему объяснить. Так, может быть, они какие-то колдуны? Скорее всего. Я знаю, что вот так два стаканчика, и нитка между ними протянута. И слышно, что говорят. Ну что, колдуны, продолжим. Третий вопрос остался. Финальный вопрос. Это итоги 23-го года. Не знаю, что нас ждет. Ну, сосредоточьтесь. Чего жадного зимой не допросишь? Сосредоточьтесь, потому что тут я могу это... Все. Да, давайте сделаем рекорд. Да, сосредоточен. Подождите, а давайте промежуток... Там, может быть, знаешь, какой вопрос? Что Андрей Андреев называет снег? Если что, это снег. Это только для воронежских. Снег. Ну, ты ж понял. Конечно. Ну что, и снег, и грех. А я нормально артикулирую? Да, особенно, когда одинаковые вопросы. Вообще подряд. Нет, вопросы разные, ответы не имеют. Переходим к вопросу номер 12. Поехали. Три, два, один. В 2023 году появилось шоу, где импровизаторы целую ночь играют в игры. Как у нас? Тейбл тайм. Тейбл тайм. Тейбл тайм. Вы играете? Тейбл тайм. Тейбл тайм 2. Тейбл тайм. Мне-то не рассказывай. Ну что, вопрос был абсолютно понятен. Подождите, а вы же в 2022 не снимали еще тейбл тайм? Ты прочитай вопрос. В 2023 году появилось шоу, где импровизаторы целую ночь играют в игры. Как оно называется? Если появилось, ну правильно. Ну, то есть в 2022, ну, то есть это не первое... Нет, это в этом году появилось шоу. Тейбл тайм появился. Мы все написали... Тейбл тайм. Тейбл тайм. Да, я написал тейбл тайм. А что ты там издевался? Я тебе как показал классно, видел? Я по другому поводу издевался. А что ты издевался? Да напоминал тебе про тейбл тайм. А что ты показал? Тейбл тайм. Ну все, четко показали. Таш, ну что? Отклеивай. Ну, трички какие-то. Я вообще ничего не понимаю. Тейбл тайм. Тейбл тайм. Но... Три стрелок. Опа! Дим, ну не подвел. Не подвел. Я тебя когда-то подводил. Гостей смотреть. Ну я тебя когда-то подводил. Кстати, вспомни, когда он тебя подвел. Ни разу. Ни разу, конечно. Ни разу, конечно. Никогда такого не было. Никогда? Ты что-то узнаешь больше, чем я? Ну, может, один раз по пьяни, нет? Нет. По пьяни я вообще самый прикольный. По пьяни он вообще меня обожает. И вообще от него не отлипнуть. А, значит, до этого не обожает? Нет, всегда обожает. А, ладно. Просто по пьяни он выражает это все. Конечно. Сережа, бабка разведуха. Как это называть вообще? Ну, получается семь. Ну, семь правильных ответов есть. Да как? Ну, так, Кать, ну так и получается все. Так быстро, поляче пролетело. Время, аж жалко вообще. Ну, простите, я сейчас стану известной, и вы меня позовете же еще. Конечно. Ты не забыла. Ну, так запускаем барабан. А вы знаете, что я, когда смотрю вот это вот мое любимое самое шоу «Громкий вопрос», я обычно всегда включаю, сразу перематываю на конец, смотрю, что вы дарите людям, а потом отматываю обратно и все смотрю. Почему? Потому что мне нравятся подарки, которые вы придумываете. Я всегда, Димка, когда приходит со съемок «Громкого вопроса», я всегда спрашиваю, а что вы подарили? Это правда. Ну, я не отвечаю, я просто... Димка, я обычно спрашиваю через две. Дим, а что подарили, Дим? Так, ну что, Кать, ты надо, когда смотришь, что подарили, ты же еще не знаешь результат. Нет, не знаю. Ну, я прям специально, я не смотрю, выиграл человек. Ну, мы там и не говорим. Я просто перематываю, смотрю по микрокартиночке, типа, где подарочек. По микрокартиночке. А почему так? Почему не можешь дотерпеть? Блин, ну не могу дотерпеть, мне так интересно. Даже знаешь, вот сериалы смотрю про какие-нибудь там убийства маньяков, я всегда в финал смотрю, типа... Это вообще супер, конечно, странно. Она говорит, чтобы не стрессовать. Абсолютно нормально. И говорит, да я что-то так волновалась, что посмотрела, кто убийца. Извините, что... И дальше смотрит. А потом перемотала обратно, уже со спокойно. Беспардон, а в сексе у вас как? Ты сначала... Я сначала курю. Молча на балконе. Так, такая... Ой, ну давай, поехали. Невозможно начать с конца в этом процессе. Я тебе расскажу. Невозможно начать сериал про этих... Про маньяков? Про маньяков смотреть с конца тоже. Возможно. Ну, я делаю так. Попробуй, Сереж. Ну, правда, там был такой накал страстей. Ну, просто я уже... Ну, просто я сижу и понимаю, что у меня давление уже 220 херачит. Зато как удобно Игру Престолов смотреть. Ты не расстраиваешься в конце этого финала. Ты такой... Ну, понятно. Логично. Коня, он упал без ног. Все, он будет королем. В самом начале. А я все знаю уже. Все, что будет. Так, Кать, ну что? Получается, ты знаешь, что сейчас мы подарим тебе подарок. Да. Это не приз. Это просто подарок. Ну, а можно и приз. Я же выиграла. Да, можно и приз. Тогда мы будем называть это приз. Остальные-то проиграли. Мы долго... Это у них семейное, да? Выиграло. Я выиграл. А есть какое-то шоу, где муж с женой соревнуются? Семейное дырмо. Семейное? Мы там выиграли. И они там вместе играли. Да, против Косицыных. Вот, да. Где вы должны друг с другом соревноваться. Такого пока не было. А дело в том, что это было действительно сложно. Потому что, ну, у тебя прекрасный муж. Это да. Он действительно дарит тебе различные подарки. Это да. И у тебя действительно вот все есть. Это да. В какую сферу... В какую сферу мы бы не погружались, твоих интересов, мы понимали, что у тебя, ну, все есть. Да. Поэтому мы решили, что человеку, у которого все практически есть, мы решили подарить что-то необычное. Я бы даже сказал, что-то коллекционное. Да. То, чего нет. То, чего нет. Коллекционирующих очень и очень-очень многих людей. Но мы решили далеко не уходить от музыки. И вот у тебя же есть любимые исполнители, группы? Да. Кто? Кто? Лед Зеппалин. Еще. Дойди, пожалуйста, домашие медведи. Давай, Лед Зеппалин, следующий. Дойди до какой-то советской группы. Блин, это что, будет подарок, как у Иды Галич? Нет, это не будет. Нет, Лед Зеппалин. Роберт Кланд, пожалуйста. Ну, а еще кто? Я больше не знаю, как подводить, потому что мы еще знаем, что ты очень сильно любишь одного исполнителя, который еще и по совместительству. Я вообще этого не знал. Муж Марины. Что он муж Марины. А во-вторых, что он не только исполнитель, что он еще и дизайнер. Что он еще и, я не знаю, что он... Юморист из импровизаторов. Ничего вообще не понимаю, как бы. Ты его только что назвала. Я вообще не знал этой инфы. Муж Марины? Лени Кравец я это знала? Это именно он. Ты не знала этой инфы? I belong to you, Марина. Да-да, это первая версия этого текста. Поэтому дарим мы тебе коллекционную вещь. Это коллекционная бутылка шампанского Дон Пиреньон, которая сделана Лени Кравец Эдишеном. Офигеть. Вы все совместили. Все совместили. Я бухаю. Лени Кравец Эдишен. Я не знаю. Мне кажется, такие вещи вообще не открывают. Вообще никак. Ну, типа... На коробку можно? Либо на суперсобытия. Нет, это я на смертном адре буду поменять. А я секундочку, а это не вино? Нет, это Дон Пиреньон, это шампанское. Офигеть. А можно посмотреть, чтобы... Да, я думаю, мы можем. Конечно, давайте. Давайте положим. Осторожно, давайте, чтобы не... Может, там маленький Лени Кравец. Да, очень маленький Лени Кравец. Знаете, как кораблики в бутылке. Пожалуйста. Это книга, чтобы почитать. 2008 год. Винтаж Лени Кравец. Винтаж Лени Кравец. О-о-о-о. О-о-о. 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 Не выпадает? О-о-о-о. Вот когда получишь золотую кнопку. Такая красивая, Аштинка. Да, да. Да, блин, такое никогда не бухает. Ну, вот оно просто будет стоять. Да как бухают? Да это просто даже... Посмотри, какая... Я же поставлю на пол. Ой, она синего цвета, она не черная. Смотри. Нет, это она отсвечивает. Господа, тут написано, что, следуя своей связью с теми, кто вдохновляет этот мир, дизайны этой ограниченной серии. И тут дальше Лени Кравец душнит, что типа он соединил теплый солнечный сентябрь. Ну вот смотрите, теплый солнечный сентябрь. Короче, это его дизайн, да? Все как бы да. Прикол. Ну офигеть просто. Ну а потом просто водой зальете, да и тоже поставите. Кать, ну давай на какое-то, ну такое событие, типа, ну... Типа вот вы заговорили. Дети съедут от нас, и мы прям... Кстати, да, это хорошее сентябрь. Сядем. Блин, ребят, спасибо огромное. А он не портится, просто старая бутылка. Нет, ему уничтожено много. Не знаю, вдруг... Старая бутылка. Кать, спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо тебе. Я так вам и горжусь, ребята. Просто бесконечно. Так, ребята, ну это, наверное, будет самый сложный финал, который когда-либо был у нас. Естественно. Грустно, что мы всего 7 минут заработали. Мне кажется, не хватит. Скорее всего, не хватит. Потому что мы уже знаем, о чем мы говорим. Наши зрители нет. Дело в том, что это финальный... Я бы сказал, это финал не только новогоднего выпуска, это финал всего года. Прямо сейчас у нас есть всего лишь 7 минут, чтобы каждый из нас, а именно Арсений, Сергей и Антон, объяснили по одному вопросу Дмитрию Позову. Надо было брать все. Да. Вообще, если бы за каждый правильный ответ нам давали по 3 минуты... Хотя бы. Может быть. Мы смогли бы дальше объяснить, да? Сейчас... Вредный поз. Но мы шутим. Ну они там про нас, про нас и про... 50-й выпуск истории. Я ответил. А, он-то ответил. Короче, много говори, пока не зажгутся зеленые вам. А кто что объясняет? Давайте решим. Я про Новый год. Мы играем по старым, по классическим правилам. Каждый из нас тянет вопрос. Нужно, чтобы Димка просто произнес правильный ответ. Тогда загорятся фонари, и мы можем переходить к следующему. И у нас на это жалкие 7 минут. Жалкие 7 минут. Мы их семейный бизнес по добыче этих минут делаем. Новый год должен объяснять Сереже, потому что он может про нас что-то забыть. Или не знать. А про Новый год? Ну как он забудет? Это я буду. Так, ладно. Я опять выбрал метод. Что-то на память должен делать ты. А тут будет что-то, что Антон говорит, когда видит еду. Лучше память, это значит вот это. Еда. А, в смысле, это было в этом году? Это могло быть давно. Тут может быть 5 лет назад. Но, тем не менее, ты, если знаешь, объясняешь ему. Если не знаешь, мы можем тут все это посовещать. Тут-то мы точно оправим. Да ладно, ну не придуривайтесь. Ну 7 минут на 3 вопроса. Ты знаешь, что все наши родственники поставили на наше поражение? Да. Нет. Да. Они так не могли. Был такой тотализатор. Да. Не, тем более, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Конечно. А я в следующем году планировал ни разу не ошибаться в громком вопросе. Надо тогда передачу закрывать. Нет смысла в ней. Как вы, вот почему вы в меня не верите? Да верим мы в тебя. Ты концерт единственный написал. Во-во. Во. А в каком порядке? Ну ты. Вот так. Ты, я. И ты, Сережа. Ты финальный. А, в это что? Ну да. Вот так? Почему? Всегда вот так было сейчас? Ну сейчас. Ну мы же просто говорим, мы не пишем. Нет такого, что мы напишем, и в конце беда. Ну давай. Ну а, кстати. Что? Это у меня беда-то, когда писать надо. А сейчас ты что? Сейчас же говорить надо. И что? Ну я могу просто все слова сказать. Да проблема в том, что ты сидишь, вот так глазами щелкаешь, и молчишь всегда. Так я ж не знаю. Ты понял, Дим? Нет, в целом, смотри, нам вопросы тогда не нужны, если ты просто за 7 минут все слова можешь сказать. Ну просто чисто навести меня в нужную руку. Ну чисто навести. Все. Все, понятно. Говорим тебе сферу, ты называешь из этой сферы все слова. Да. Все, а дальше идем. Если не знаешь что, говори «снег». Хорошо. Ну что, 7 минут. Это специальный новогодний финал громкого вопроса. Катя, открывай бутылку. Погнали. В 2023 году на СТС появилось шоу импровизатора. Назовите любого гостя этого шоу. Что-то про этот гостя. овать. Да нет. Андрей Рожков. Козел. Андрей Рожков. Так, все. Мы вчетвером. Мы все. Импровизаторы. 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 Передача. Мы снимаем передачу. Передача наша, как называется импровизатор? Да. Гость передачи. Андрей Рожков. Козел. Давай. Валя Карнавал. Карнавал. Валя Карнавал. Иван. Роман Постовалок. Кто еще был? Валя Карнавал. Валя Карнавал. Валя Карнавал. Смотри на меня. Валя Карнавал. Валя Карнавал. Я, я, я. Я Рожков. А, ты? Праздник Оксюмарон в середине января. Что? Праздник. Праздник. Оксюмарон. Оксюмарон. В середине января. Эй, ему, ему. Старый Новый Год. Старый Новый Год. Здравствуй Новый Год. Здравствуй Новый Год. 13 января. Старый Новый Год. Какой вопрос? Скажи. Оксюмарон. Горячий лед. Старый Новый Год. Посмотри. Старый Новый Год. Новый Год. Старый Новый Год. Димон, посмотри. Вопрос, прочитай. Новый Год. Праздник. Оксюмарон. Гусар. 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 Зайчик. Зайчик. Мушкетер. Заяц-мушкетер. Мушкетер. Мушкетер. Ура! 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 6.59. И вы в меня не верили. А сколько мы потратили времени на это? Потому что ты что, вот так Валю Карнавал показываешь? Андрей Рожков. Ты что? Так ответ же Валя Карнавал. Да любой. Любой гость в передаче. У меня вопрос был. В 2021 году на СТС появилось шоу-импровизатор. Назовите любого гостя этого шоу. А, любого. Любого. Ну просто мы выбрали самого лучшего гостя шоу-импровизатора. И ты решил не спорить. Ага. Самого лучшего гостя шоу-импровизатора. Да она досюда не досмотрит. 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 Андрей Рожков. Сергей Борисович, вас тайно влюблены. Ответ. Валя Карнавал. Александр Белькович или другие менее знаменитые гости? Это неправильно Валя Карнавал Рогов, кстати Оно и в жизни похоже Рогов Рожков У меня праздник Оксимарон в середине января И это старый Новый год Я сейчас говорю, здравствуй, Новый год А я вот это показываю Ты такой, о, здравствуй Ты вот это не показывал Ты просто скукоживался Это он мне когда показал, что идет дед Ты просто посмотрел на меня Он вообще не корчился Ты на него посмотрел, о, старый Но потом присмотрелся Новый И готов на меня смотреть Гусар, зайчик, мушкетер У меня чуть не остановилось сердце Кем на детском утреннике был Дима Он мне просто по очереди все слова объяснил Ну да, я говорю, гусар? Нет, зайчик? Нет, видимо, мушкетер Ты был мушкетер на детском утреннике У тебя был один детский утренник Димон Ну, я их, во-первых, четыре Что четыре? Мушкетера Мушкетера Это известно А дальше еще Смотрели фильмы, что там сколько? Ты был каждый раз раз? Подожди, нет, там три мушкетера Д'Артаньян потом стал мушкетер Д'Артаньян и три мушкетера Ну вот я был сначала три мушкетера Потом Д'Артаньян потом Блин, прикольно Ты был мушкетером на детском утреннике Знаете, кем я был? Кем? Бабка-колдунья Так, бабка-колдунья Бабка-шипокляк Я был лягушка Лягушка Это ты и сейчас Мама сделала из меня лягушку Она мне брюхо набила вот такое вот Лапа Пирожка Подожди, когда ты был бабка-колдунья Как ты выглядел? Короче, у меня был черный балахон такой Белые волосы Она взяла нитки, вот так растушила Было много белых Вот такой колпак большой И она из папье-маше сделала мне маску Вот, у меня был вот такой нос Моего было недостаточно Вот И я ходил вот так Я был маленький Я как будто горбатился Это было уже в школе причем В 10 классе Там была постановка какая-то театральная Типа Так Вот, я играл бабку-колдунью почему-то Нет, ну это вообще постановка Это постановка Ну это надо на детском Подожди, а ты был лягушкой прожорливая, а брюшко? Да Ну там по брюшку А там что тебе набили в брюшко? Ваду Ваду Так зато, нет, а мушкетер это был самый простой костюм Просто продавалась, ну вот эта накидка в магазине А, еще был буратино и еж Одновременно? У меня было много носов Вот такой нос Вот такие иголки А ты кем был на детских утренниках? Блин, я не помню Я, по сути, по фотографиям У меня был снегирь Тебе просто Грудь красным измазали Не, у меня была такая красная Такая, знаете, как эти Буа Как раньше были Буа, только красная У меня была черная такая Такая жилеточка И черные шорты И вот тут была, знаешь, такая вот Надпись Снегирь Здесь была птичка такая Красная Вот тебя ранили в бандитском Петербурге И в каком неведомом бою ранены Они за любовь свою Блин, а я не помню А кем я был, мам, на детском утреннике? Был кем-то? По-моему, зайчиком А, зайчиком Ура! Ё-моё Есть такая информация Ну, ладно Ребята Что же это означает? Это означает, что мы В новогоднем выпуске Шоу Громкий вопрос Одержали победу Да Ура! 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 Друзья, ну что ж Мы победили И мы хотим эту победу Посвятить нашим близким Конечно же, посвятить ее вам Спасибо вам большое Что вы смотрите наш контент И мы хотим сказать вам Несколько новогодних пожеланий Ну, мы с Катей знаем Что пожелать каждому из вас Любите друг друга Заготовочку Понимайте друг друга без слов Чтобы в следующем году У каждого было Какое здоровье? Крепкое здоровье Но смотрите Оно нужно для чего? Кто, если не я, это пожелает Мы желаем крепкого здоровья И крепкого, хорошего секса В следующем году Вопытно Вопытно Все? Да, да Вам мало? Когда люди хотят вернуться в место Где они, значит Провели счастливые дни Они обычно кидают через левое плечо Какую-то денежку А когда люди хотят повстречаться Вот в следующем году То я думаю, они поймают Эту денежку Если я ее сейчас скину И мы с ними На следующем году увидимся Левое плечо вот здесь Ловим Это мои коллекции Я уже же это ты ловила Дядь Сереж, не увидишь Есть Быстрее, быстрее Пусть всем повезет С Новым Годом Друзья, с наступающим Завтра С наступающим Новым Годом Друзья, спасибо Ну и конечно же Подписывайтесь на Инфраком Чтобы не пропускать Новые выпуски шоу Громкий вопрос Всем пока Пока Пока